Так, ну я, значит, слушаюсь руководителя и повторяю, что было в прошлый раз, но опять-таки, вот прям всё я не хотел бы повторять, потому что там это займёт очень много времени, но я постараюсь как бы повторить, по сути. Нет, в прошлый раз мы всё равно не закончили, и сейчас нужно заново всё делать, но быстрее получится. Ну, арфан вариант надо напомнить, я думаю, хотя, конечно, это уже слишком, но всё равно. Значит, здесь представлено погружениями. Значит, я написал такую размерность, которая исключительно интересна, но в принципе, это может быть любая размерность, равная двум по модулю 4. Значит, у этой группы есть гомоморфизм, это взятие двойных точек. Ну, тут представляется G, значит, N – это многообразие двойных точек. Оно вообще-то погружено в то же самое евклидовое пространство, но по принципу компрессии у этого погружения есть нормальное сечение КСИ. Это, значит, здесь я ошибся, потому что на единицу меньше. Вот. Ну, значит, это сам пересечение вот этого. И можно, значит, сделать, ну, я здесь поставлю, допустим, G штрих, а вот G – это непосредственно вот так вот. На единицу меньшей размерности. Теперь, допустим, у меня есть в этой группе элемент X. Такое, что, да, ну, значит, здесь есть арфин вариант. Ну, он здесь есть. И, значит, тут коммутативная диаграмма. Ну, значит, здесь так. Вот этот вот, этот мы давно определяли, он пока не потребуется, нам не потребуется. А этот, значит, потребуется. Ну, значит, нужно вот взять G1, которая сидит внутри N, имеет размерность 2 в степени L из единицы без единицы. Значит, это можно, потому что нормальное расслоение уже, ну, внизу из G пишем, это есть одномерное расслоение, ну, это капа от гамма, где капа – это отображение, значит, ориентирующий класс. А здесь живет каноническое линейное расслоение гамма. И вот если потянем назад, то так классифицируется одномерное расслоение, которое, если оно нормальное, то оно будет просто ориентирующим классом Штифель-Витни. Ну, а в коразмерности, какой здесь 2 в степени L минус 1 минус 2, это, значит, нужно взять здесь РП бесконечность минус 2 в степени L минус 1 плюс 2, и вот полный прообраз будет как раз N1. Он будет иметь размерность такую, как нужно. Значит, здесь ограничение погружения на это имеет уже в то же самое евклидовое пространство, оно имеет двойные точки. Значит, количество точек самопересечения G1 – это и есть ТТ от исходного погружения G'. Ну, или ТТ от самого верхнего F. Это, значит, все корректно. А что под РП бесконечность минус что-нибудь? Ну, мы хотим под многообразие. Вот мы тут посчитали, что коразмерность, значит, N1 сидит в R, если это вложение, то коразмерность этого вложения должна быть 2 в степени L минус 1 минус 2. Ну, так получилось. Потому что здесь мы хотим серединной размерности. Это может быть любая коразмерность. Ну, и здесь надо взять под многообразие вот этой коразмерности, которой мы хотим, и по каноническому классу отсечь под многообразие. и это будет под многообразие внутри вот этого, оно просто вложенное. Вот это погружение можно на него ограничить. Ну, вроде бы нормально. Нет, ну, нормально, да, это просто немного, что мы сидим под вот в самом правом, в самом правой части доски РП бесконечность минус там какой-то конечный число. Ну, N большое, хорошо, значит, N много больше всего, что здесь написано. Много больше, 2 в степени L. Ну, можно считать, что это конечный остров. Теперь нет вопроса. Ну, надо брать прямой предел, но это не обязательно. А, окей, ну, хорошо, хорошо. Да, и дальше N1 это просто по определению, по образу. Да, значит, я напомнил, мне это потребует, что такое арфен-вариант, вот я это, наверное, сотру, а то не поместится. Да еще вторая, скорее всего. Ну, я сейчас еще здесь подпишу. Теперь, вот условие у нас есть, значит, X такое, что 2X, 2X равно нулю. Вот. Значит, это условие будет использоваться так. Вот мы здесь, допустим, это многообразие будет M, ну, с точкой, и оно нам так прям не потребуется, вот здесь вот давайте F, ну, F тоже с точкой. Ну, точка это вообще другое, ну, штрих, я не знаю, M подчеркнутая. Это я напоминал. Значит, а вот само F, это многообразие на единицу большей размерности. Вот оно погружено, я его хочу погрузить в D2 в степени L коса на S1. 2 в степени L минус 1 коса на S1. Значит, ну, если я, значит, напишу F1, да, и вот это вот погружение оснащенное. А здесь косое произведение означает, что это многомерная лента Möbius, то есть я, значит, один вектор, ну, здесь нечетное число векторов, я один вектор переставляю, или можно сказать, что все переставляю, и это то же самое, что один переставить, остальные не переставить. вот условия существования такого погружения. А, что между S1, я не понял определение, вот так, S1 действует на D? Ну, это слоями, на доль петли у нас есть. Я не учил, на доль петли у нас есть. Слоями на доль петли, слоями на доль петли, слоями на доль петли, слоями на доль петли, ну, да, но в диске точка, допустим, X на петле S, тогда я делаю такое отображение в минус X, запятая, S, ну, S, если в этой формуле S лежит на отрезке 0,1, то здесь, значит, надо вот так, так написать, 0, вот, и склеить, взять это отображение, как-нибудь там обозначить, там, глянда, взять этот, тор этого отображения, цилиндр, значит, подклеить, вот, такому дефеоморфизму, а X это вектор, значит, X это вектор, из D2 в степень, минус 1, ну, я так и объяснил, значит, ну, вот я формула записал, вроде понятно, да, спасибо, теперь вот это вот, это вот F1, это есть ограничение F, ну, тут как-то надо написать, значит, вот, то многообразие, давайте вот, я здесь 0, все это писать, вот здесь вот, оно сидит внутри, F, оно идет, V, D, 2 в степени L, без единицы, но это то, что висит над нулем, и вот это вот погружение, я обозначу через F0, и это вот то, что там было, значит, я могу вот в этом, я сейчас объясняю, значит, какой объект строится по условию 2X равно 0, значит, вот объект такой, что погружение идет сюда, оно оснащенное, но при этом, значит, если я возьму его срез, для того, что висит над точкой 0, в образе, то я получу, значит, уже оснащенное многообразие в диск, но это вот элемент X, вот это вот многообразие представляет элемент X, а условие X равно минус X возникает потому, что вот здесь вот на цилиндре, когда я скручиваю, возникает обратный элемент, и я должен придумать такое погружение, что вот это погружение кабардантно, ну, в классе кабардизма не поменяется, но если я скручу, оно станет эквивалентно обратному исходному, зеркалу от исходного, вот если я вот так вот построю, вот такой кабардизм, то значит, вот я M0 протяну сюда, вдоль S1, и когда я его подтяну к S1, оно станет зеркальным, вот этому исходному, то есть я построю кабардизм от F0 к минус F0, но это и значит, что 2X равно нулю, вот такой объект, значит, строится по условию, теперь я напоминаю, ну, вроде понятно, теперь я напоминаю теорему Брауна-Петерсона, которую я буду доказывать, вы пока не построили этот кабардизм? вроде построил, ну, нет, значит, что значит построил, он существует в силу того, что, вот тут есть такое уравнение, я его действительно не построил, я его буду строить, ну, после того, как я теорему Брауна-Петерсона докажу, но я ее буду иллюстрировать, потому что это важно, вот, а пока что я его абстрактно, имею, ну, может, каких-то разменностях такого вообще не существует, но, во всяком случае, я предположил, что такое есть, теперь, я хочу объяснить, в чем эта теорема состоит, ну, вот я, давайте, значит, я рассмотрю вот это вот погружение, у него возьму двойные точки, я буду это же опять писать, но это значит, немножко не то же, которое там, тут везде нолики надо ставить, это так будет соответствовать тогда этому, а G это двойные точки вот этого N, но это значит, такое многообразие, которое вот сюда погружено, мне кажется, размерность там большая свежка, ну, на единицу больше должно быть, чем здесь, на единицу меньше, чем M, потому что это же двойные точки, F, а это да, это я описался, но здесь я, значит, замечаю, что нормальное расслоение G, это есть эпсилон, плюс, ну, некоторое вот расслоение P, P, P это классификация двулистного накрытия канонического, значит, на D есть каноническое двулистное накрытие, вот это вот погружено многообразие M, а это абстрактное многообразие самопересечения, и вот это двулистное накрытие я обозначил через P, ну, и класс, линейное расслоение ассоциированное с этим классом, с этим накрытием, пусть тоже будет P, вот нормальное расслоение T эпсилон плюс P, потому что вот это вот погружение было оснащенное, но если я хочу поменьше сделать, то вот этот эпсилон могу убрать и переобозначать я тут особо ничего не буду, просто сотру тут двоечку, вот, и это тогда будет нормальное расслоение, вот здесь я эпсилон сотру, вот, значит, это атрибут вот этого погружения, ну, вместе с однократной компрессией, и вот я, значит, хочу выписать такое число, P в степени 2M, L минус 2, проинтегрировать хочу по фундаментальному классу, но это число, которое, я беру по модулю 2, и вот я говорю, что, ну, как-то его надо обозначить, там, пусть это будет тета маленькая, тета маленькая, это тоже атрибуты F и G, вот теорема Брауна-Петрусона говорит, что если тета от F0 равняется единице, то из этого вытекает, что тета маленькая от F равняется единице, и это, мне кажется, не очень сложная теорема, но содержательная, и я сейчас ее буду доказывать. Вот, значит, если... это не равносильно? Да, это равносильно теореме Брауна-Петрусона, но... Обратно верно, но обратно я, значит, не буду доказывать, но если, значит, вы спросите, как Браун-Петрусона доказывал, то я скажу через вторичные когмологические операции, а вторичные когмологические операции требуют более тонкого подхода, в принципе, ну, они требуют теорему отжойни, значит, из теоремы отжойни, конечно, это все следует, но теорему отжойни, значит, пока не удалось доказать, это я не буду ей пользоваться, и вообще это, значит, в эту, вот, то, что я рассказываю, теорема отжойни не входит, она в стороне, это немножко другое направление, теорема отжойни нужна для того, чтобы теорему Хилла-Хопкинса, Равенела доказать, а здесь у меня другая забота, я хочу понять, как по Хавальту построил бесконечную серию, вот, значит, я теорему Брауна-Петерсону выбрал не напрасно, потому что, если я ее сейчас докажу, то многое прояснится, ну, а эта стрелка сложная, они, ее нельзя вывести из теорем Адамса, ее можно доказать, ее можно пропустить через доказательства теорем Адамса, они так и сделали, но доказательства теоремы Адамса, это как раз то, к чему мы стремимся и чего мы хотим понять, и безжойно тут ничего не сделаешь, поэтому, значит, верно, Сергей Александрович сказал, что стрелка в обе стороны, но в эту сторону простая, а в эту сложная, ну вот, но вот эта вот простая, зато она под философию подпадает, и если мне удастся, значит, это все сделать, то будет успех. Михалыч, все это правильно написано, потому что это похоже на инвариант Хоффа, стабильный, а у вас более сложный должен быть инвариант. Нет, ну правильно, вот инвариант Кервера равносильный инварианту Хоффа, но инвариант Хоффа берется хрен знает где, вот на этом скрученном цилиндре. Ф у вас стабильно оснащенная? Нет, Ф не стабильная, Ф обычно оснащенная, но она берется в скрученный цилиндр, а тут, значит, появляется скрученный. Ну да, инвариант Кервера равен инварианту Хоффа, это правильная формулировка. Дело в том, что скрученный цилиндр не лежит и в клиентом пространстве, вот чем делать так? Ну он не лежит, да, но, значит, так теорема формулируется, у них это, ну это, конечно, переформулировка, значит, у них теорема формулируется по-другому, но мне не хочется туда заходить, но у них теорема переформулируется так, что если, значит, вот есть элемент И, я уже забыл в какой группе, ну в общем, есть, значит, есть формулировка со скобкой Вайк, давайте я их не буду мозги напрягать, я, значит, это и не готовил, но у них, ну вот то, что у них, вот я скажу, значит, то, что у них, это более-менее, вот что, значит, это вот другое немножко, Эх, там, тильда, М, то же самое, кстати, 2 в сетевле минус 1, я этим пользоваться не буду, но поскольку, значит, хотите понять правду, то расскажу, значит, у них отображение в обычный цилиндр, но у них скошено оснащенное, скошено оснащенное, и вот это вот характеристическое число многообразие Н0 будет другое, вот многообразие Н0 будет то же самое, потому что в сечении это то же самое элемент Х, а вот все вот это вот будет другое, и вот если написать, что инвариант Хопфа, а это уже живет в флидовом пространстве, потому что, значит, здесь просто стабилизация по оставшимся расслоениям, ну вот если я напишу характеристическое число для этого погружения, то оно будет в точности инвариантом Хопфа вот для этого многообразия, но это многообразие не оснащенное, а скошено оснащенное, поэтому у скошено оснащенных многообразий инвариант Хопфа бывает, и именно это интересно, вот если здесь размерность 15, мы вот дальше прямо явным образом построим погружение с инвариантом Хопфа единиц, то есть оно в размерности 30, сам пересекается по одной точке, но оно не будет оснащенное, а оснащенного, конечно, не бывает, это инвариант Хопфа для скошенного оснащения, и это вот стартовая площадка для построения, значит, вот этой бесконечной серии, но вот так это по-человечески, а так это для доказательства, мне нужно, но это эквивалентно, но вот эту штуку можно, как лист мёберуса, вложить косо, и тогда доказывать, я это уже делал, но доказательства повторять не буду, что вот это характеристическое число совпадет с вот этим, Хопфовским. Ну, так я для ориентировки напомнил, мне бы не хотелось вот это вот сюда залезать, но просто потому, что это как бы можно отдельно, если это интересно, можно отдельно все собрать, и отдельно все повторить, тогда я это все аккуратно расскажу, но доказательства уже будет готово. А я вот сейчас хочу в рамках вот этой конструкции дать доказательства, ну вот я все сформулировал, но, по-моему, имею право, значит, доказывать эту теорему. Вот это действительно теорема Брауна-Петерсона, но слегка, слегка переформулирована, но переформулировка просто на уровне изменения определений, по сути, это их теорема. Ну, так что вот инвариант Хофф равен инварианту Кервера. Вот. Здесь... А масел, масел, добавленный, что значит скотчно оснащенное? Ну, погружение скотчно оснащенное, если нормальное расслоение, не ориентированное. А здесь образ скрученный, вот многообразие М и М-стильды разное. Они в гиперсечении одинаковые, но здесь не ориентированное многообразие погружается в хорошую прямой полнаторий. Но оно не ориентированное и нормальное расслоение скотчно оснащенное. А здесь оно тоже не ориентированное получится, потому что вот оно, вот это вот. Да, кстати, это, кстати, то же самое. М то же самое, многообразие, просто погружение разное. Я считаю, что оснащение выбора дополнительного данного, а скотчно оснащение то, что выбор не, ну, если оно линейное, то не нужно, то, значит, это правильное замечание и оснащенное, и скотчно оснащенное, это есть некоторая дополнительная структура изоморфизма нормального расслоения с там прямой суммой либо тривиальных расслоений, либо линейных. изоморфных. Но этот пизоморфизм не нужно выписывать, если погружение в коразмерности 1. В коразмерности 1 он как бы однозначно достраивается, его не нужно вписывать в определение. Но в коразмерности 2, да, уже нужно. это будет зависеть от того, как я задам этот изоморфизм с расщеплением в прямую сумму. Элемент будет зависеть от того, а здесь не зависит. То есть в нашем случае это просто свойство, а не структура? Ну это как бы простое свойство. В нашем случае в структуру вписывать не обязательно. из-за того, что там нет возможности ошибиться. Там всего один линейное расслоение и что там его вписывать, оно уже само расщеплено в сумму Витни. Ну там есть такая лема, что если я возьму два разных, то они как элемент групп кабардизма будут одинаковые. Но это надо доказывать. Есть такая лема. Но ровно собственно для оснащения неверно. Когда я беру другой вектор оснащения, у меня по ориентации меняется, ориентация многообразия меняется, я получаю обратный элемент. Я кстати этим пользовался. Ну а там я получаю тот же самый элемент. Есть такой момент странный немножко. Но это ничего срочного. Пока все правильно. и срочного. А еще это линейное расслоение. Ну да. По это и накрытие, и линейное расслоение, и его характеристический класс. Если вам это принципиально не нравится, давайте. я это самое у меня это в процессоре так забито. И когда кто-то начнет со мной работать, он может все обозначения изменить, я буду очень благодарен, но от меня это не нужно требовать, потому что это самое. Итак, тут давайте оставим. Три в одном. Три в одном. А последнее класс стефелевитни? Ну да, поэта класс стефелевитни посовместить. Нет, поэта не класс стефелевитни, потому что класс стефелевитни вот здесь уже был. Я его как-то он да, 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 значит класс стефелевитни это отдельно. Вот я всегда кап обозначается он всегда есть проекция вот на эту с1 для н. Теперь и когда я беру для п, то класс стефелевитни тут имеется ввиду ориентирующий класс многообразие н. Первый класс стефелевитни да, первый класс, но он есть сумма вот этого п с вот этим проекцией ну так что здесь п это не класс стефелевитни вот здесь а сюда я обещал не заходил п класс штифлюет нерейного слоения да, но не ориентирующий класс да, ориентирующий класс значит п крест капа ну ничего страшного вот дубль в один это п крест капа капа там было написано эпсилон плюс п я чуть не уловил куда она делать эпсилон эпсилон вот куда делось здесь была единица здесь стала двойка я всегда когда в образе когда погружение имеет сечение я его всегда делаю вертикальным ну эпсилон это просто одномерное отщепили тривиальное да, но его надо сначала сделать вертикальным это некоторая работа но это называется принцип компрессии принцип вертикального вертикальный ну принцип хирша значит в работе хирша там какие-то довольно простые факты но они все очень правильно сформулированы вот там есть два факта первый что можно скомпрессировать вертикальное погружение а второе то что ну второе вот значит будет при принцип плотности и то и другое очень важно но дальше этих фактов хирш как бы не пошел и он как это написал там в шестидесятом году и значит с тех пор вот никто этим не заинтересовался но вот он так написал что именно эти два факта лежат в основе теории не заинтересовался мне кажется вы тоже используете ну не только вы я тоже использую ну хорошо значит я ну хорошо давайте дальше двигаться а то мы так тут немножко это самое долго можно можно да миша дальше двинец да хорошо значит я теперь формулирую вот здесь я стираю и вот здесь я строю погружение g1 ну здесь погружение g1 такое вот я беру такое вот тут вот значит многообразие которое мне нравится оно тут будет пересекаться по кривой вот а нет ну n1 наверное плохо n head потому что бывает еще n0 head который живет в n0 вот n0 head это опять все значит то что попало слой над точкой и если ну вот эту штуку здесь я беру двойственной значит n head внутри n двойственна вот этому классу p в степени 2 l без единицы минус 1 вот ну вот если я возьму сумму итни вот такого числа расслоений то это внутри вот этого значит как я тут уже объяснял берется многообразие вот ну вариант который там тета маленькая это максимальная степень вот этого p а я кусочку отщепляю я беру сначала вот кусочек и поэтому да и вот это вот многообразие n head с ноликом оно сам пересекается по тета большому ну потому что здесь вот все что живет над точкой это архангариант значит если я дошел до многообразия половинной размерности что-то тут а да значит да многообразие половинной размерности имеет так 2 в степени n минус 1 минус 1 и вот оно сам пересекается вот здесь вот это удвоенная размерность и вот число точек самопересечения вот этого n это это большое а что мы видим в качестве самопересечения g1 вот давайте не g1 а g1 но это кривая l но она вот можно считать что она связанная и вот эта кривая она проектируется сюда в s1 вот в эту образующую и вот степень этой проекции это есть в точности архангариант потому что если я ее возьму над точкой вот здесь вот то будет одна точка ну нечетное число точек это вот следствие того что это равняется единице мы этим пользуемся да простите какая кривая l это обозначим через l это множество неудачное обозначение потому что l уже есть спасибо я не заметил значит это множество самопересечения обозначение угружения gх а это у него накрытие экономическое как положено значит эта штука живет в n-head 2 в степени l-1 а у всех у этих объектов есть нолики значит если я приписываю нолик то это становится точкой но это значит вот сколько тут точек вот точек столько сколько n-head сам пересекается вот в этом диске оно сам пересекается по архену варианту значит вот степень вот этого отображения в s1 это и есть архен вариант и мы должны сделать следующее мы должны предположить что тета маленькая равно нулю тета маленькая я напомню это максимальный класс вот этого n и из этого вывести что не бывает такой кривой которая сюда проектируется в образующую вот если мне это удастся сделать тярем браун петерсон будет доказано вот для чего уж там она нужна это сейчас не ясно но вот ровно это нужно доказывать ну мы сейчас значит это и докажем значит как я использую то что p в максимальной степени равно нулю но это вот в прошлый раз было значит я взял вот это вот многообразие n 2 в степени l минус 2 и я сюда построил компрессию вот по классу p по размерности 1 2 в степени l минус 3 это значит была лемма там было две леммы лемма 1 лемма 2 значит это была лемма 1 мы ее доказали что вот условия это маленькая от g равняется нулю влечет что класс p можно сдавить на единицу меньшей размерности это не всегда бывает но в данном случае значит тут все получается хорошо вот этим я буду пользоваться ну а для n1 для n head тогда условие такое значит здесь 2 в степени l минус 1 вот оно сдавливается ну опять таки по p на r p 2 в степени l минус 1 минус 1 вот а что это такое за замечательное многообразие это многообразие которое вкладывается в гиппедовое пространство размерности 2 в степени l без 4 значит это бывает когда l больше либо равно тройке для нет это бывает когда l больше либо равно четверть да больше либо равно тройке потому что значит здесь 7 7 а у 7 у 7 значит уже можно сюда здесь это удвоенная размерность минус 2 вот ну и так можно сделать это вложение такое можно построить оно явно строится это вложение а не погружение и в этом сейчас будет контроль 7 7 ну вот если l равно 4 то здесь будет семерка да 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 и я имел ввиду l минус 1 да правильно значит для 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 тройки уже не годится потому что тут не хватает этих самых разрядов ну а для больших l этих разрядов можно здесь усиливать но это сейчас нам не нужно значит вот в таком ключевом случае здесь получается точно то что нам требуется теперь я все сюда вписываю вот каким макаром да l жалко я стер но ничего значит здесь здесь вот тогда будет так здесь здесь тогда будет d2 l без 4 крест s1 уже прямо значит я хочу чтобы вот это вложение имело еще эпсилон запас значит смотрите тут корразмерность 2 я взял но одна скрученная скрученная нам не нужно нам нужно пряменькая вот это пряменькая значит если я сделаю так то получается ну а вот по эпсилон это линейное тривиальное сечение ну сечение я в эпсилон а второй нетривиальное оно нам не потребуется значит а здесь тогда по теореме маховальда рп 2 в степени л без единицы без единицы крест s1 помещается вот а здесь у меня видите ретракция вот 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 она вот сюда вот значит вот она вот сюда вот зашла ну а по s1 она там как-то размазалась я не знаю я ее не менял вот я взял вот это отображение ну а здесь у меня погружение так вот это погружение rg head оно по принципу компрессии хирша может быть сделано сколь угодно близко вот к этой композиции значит мы берем вот эту композицию и внутри вот этого значит внутри вот этого многообразия не вот этого а вот внутри вот этого же у меня вот сюда бьет извините это стрелка я неправильно нарисовал же вот сюда бьет это кстати сейчас уже можно стереть оно нам не потребуется вот значит же бьет сюда же head и вот а здесь у меня такая диаграммка и вот я могу здесь сделать отображение по тому что оно существует и сюда это все вложить и очень мало пошевелить это отображение и жахат сделать очень близким вот к этой композиции вот этим я сейчас буду пользоваться ну из этого получится следующее что вот моя кривая L которая значит вот есть в точке самопересечения вот этого жаха вот она живет вот здесь она довольно-таки специфическая но над ней вот она же есть два листа и контроль будет вот для чего нужен если бы не было контроля то вот эти вот прообразы они бы могли бы вестись а так они бы могли один мог бы неконтролируемо значит переставиться а второй мог бы не переставиться ну и листы могли переставиться то есть была бы диаграммальная структура в нормальном расслоении а здесь такого быть не может потому что как только один вектор ну вот здесь два берега растут они на n-hat вот я нарисовал там первый берег и второй а вот эта точка на l вот если этот берег вдруг поменял ориентацию то этот обязательно тоже поменяет ориентацию потому что вот эта точка она контролируется здесь подмет подменная ориентация это есть просто обход вдоль петли образующие вот на этом многообразие так вот эти точки они же одновременно они обе сюда спроектируются это значит принцип контроля если одна поменяет ориентацию то другая тоже обязательно поменяет а так что одна поменяла а другая не поменяла вот такого не бывает но они двойные могут вот но если маленькая петелька одна поменяла и если есть если есть вот эта петелька маленькая вот это накрытие оно значит любое но так не может быть потому что значит вот если одна поменяла то это значит что вот мы сюда в окрестность точки вошли ну а нормальное расслоение оно классифицируется вот этим вот выражением ну и когда две точки переставятся получится что нормальное расслоение вот от первой перешло во второе да от второй перешло в первое зависит от того связано это накрытие или нет ну вот давайте давайте допустим что вот оно значит из двух компонент состоит вот L1 и L2 тогда значит точки не переставляются вот петля маленькая вот здесь вот один вектор а здесь другой вектор так вот они пришли первый в себя второй в себя так вот они обязательно любого переставятся а если петля маленькая то они вернутся в исходное положение потому что мы можем понять будет ли здесь переставление нормальной структуры по тому как устроен образ вот этой петли на вот этом проективном пространстве это же у нас петли а в нормальном расслоении но я не написал значит в нормальном расслоении вот этого же хет это у меня вот ровно столько 2 в степени L минус 1 без единицы расслоение петли нечетное число расслоение петли вот это вот петли это вот это вот контроль ну и либо они обе переставятся либо они обе не переставятся я этим буду пользоваться ну вот если такого не было то доказательство бы не получилось ну вот я сейчас скажу как я этим воспользуюсь значит я сразу увижу что есть два случая первое ну вот это накрытие как-то его надо обозначить п занято пи допустим вот пи значит не связано ну тривиальное накрытие второе значит пи нет тривиально связано ну связано имеется ввиду прообраз вот я нарисовал здесь случай не связанного но не связанного точно не бывает значит если тета равняется единице то не связанного точно не бывает почему потому что я обойду вдоль этой кривой первый лист попадет в себя второй лист попадет в себя ну как уж мы гуляли вот поэтому я не знаю но гуляли мы одинаково поэтому они значит либо оба переставятся либо оба сохранятся поэтому можно считать что оба сохранятся потому что я сейчас получу противоречие с ориентацией но если я пошел на образующую на образующую вот сюда пояс один то у меня просто объемлемое многообразие объемлющее многообразие скошенное произведение поменяло ориентацию у меня же же хэт сюда идет но такого быть не может потому что вектора остались без изменения я гулял гулял вдоль кривой и вдруг на тебе пришел в ту же самую точку с таким точным базисом а нормальное расслоение поменяло ориентацию это могло бы быть только если бы один вектор поменял ориентацию а другой бы остался без изменения но это запрещено принцип контроля значит вот такой случай просто не реализуется это неверно ну вот теперь нужно показать что вот такой случай не реализуется здесь дополнительный принцип контроля он состоит в следующем это лема 2 которая была в прошлый раз он говорит что вот если я возьму н хэт с ноликом уже на единицу меньшей размерности и вот я здесь возьму вот это вот расслоение 2 в степени л минус 1 минус 1 п это нормальное расслоение к вот этому н ноль который живет вот здесь в гиперсечении то здесь есть сечение здесь есть сечение ну вот как он тебя писал один что ли я его обозначу ну вот я это запомню вот я сейчас уже закончу доказательства а потом если будут вопросы я его еще раз повторю значит почему вот здесь значит нет а почему вот здесь нет ну вот почему давайте сделаем вот это наше эпсилон и посмотрим я нарисую картинку вот у меня было N H вот это вот у меня след от кривой L а вот здесь у меня проекция вдоль эпсилон и вот возникли два каспа а это пленочка которая значит тот вот этот касп кабардантина этой точке этот касп кабардантина вот этой точке я вот утверждаю сейчас это я аккуратно скажу что это кабардизм ориентированный вот эти точки они ведь как устроены вот если я возьму одну точку и скажу что там одна точка положительная я обойду вот по всей кривой L попаду во вторую точку вторая точка будет значит тоже положительной потому что я каждый раз вот эти вот P вот так вот сохранял когда я пошел один раз они поменялись первый ну первый значит их нечетное число вот 2 в степени L минус 1 поэтому значит в корень нормальном расслоении к L коориентация поменялась но она поменялась и глобально потому что вот здесь вот был лист мебиуса поэтому все сохранилось значит вот если я не понимаю эту картинку что это за восьмерка такая ну восьмерка это многообразие N-Hat я его должен как-то нарисовать но вот это многообразие извините N-Hat 0 я нарисовал средств многообразия которые вот здесь в диске но я считаю что оно одномерное но вообще оно конечно не одномерное ну вот L это кривая она пересекает по точке ну вот она есть она вот эта вот точка вот эта L вот она здесь нарисована вот ну а так это вот так вот от движется кривая и вот вдоль S1 она движется теперь здесь есть Epsilon поэтому вот есть такая картинка что здесь есть Kasp ну вот значит противоречие будет вот что за картинка у вас же погружение ну если я его спроектирую вдоль Epsilon то оно уже не будет погружения здесь погружение вот в эту штуку а здесь есть погружение сюда а я хочу его спроектировать сюда но при проекции уже конечно не будет погружения здесь уже нет никакого здесь нормальная трубка вот она скрученная и при проекции уже не будет погружения погружение будет только на уровне 0 вот на уровне 0 есть сечение оно по принципу Хирш вертикальное и вот этих Каспов на уровне 0 не будет но я хочу сказать следующее что вот эта кривая двукратно обошла S потому что в двулистом накрытии и вот этот кабардизм ориентированный получилось что вот эта кривая Каспов является кабардантной двулистному накрытию на дель двулистное накрытие на дель это обязательно четный цикл удаляется почему у вас кривая Каспа такая как вы нарисованная нет ну она вот так вот движется Каспы переставляют почему она такая вы нарисовали восьмерку а на самом деле нет ну кривая ну конечно ну конечно эта восьмерка может дефорцироваться но я там могу ее как-то соединять ленточками но мне это не нужно ну кривая есть кривая однопарометрического семейства кривых на каждой кривой есть каст ну и это . она там тоже может гулять там такая дефоркация может произойти но давайте значит считать что картинка простая но это доказательство не имеет отношения ну трудно потому что n это значит размерность 8 имеет тут у меня 0 имеет размерность 7 до это 8 но 7 это окружность до 7 это окружность а 8 это поверхность ну вот значит действительно значит слой это кривая вот когда это доказательствами нельзя но если р равняется двойки то вот эту поверхность и вот это вот поверхность вот она здесь живет не ориентированной трубе ну конечно она не такая но это я ее типичный средств нарисовал кривая сам пересекать по точке эти точки бегают есть каст тоже бегают но я хочу сказать следующее что кабардизм вот этих касков к этой к этой дулистной дулистного накрытия вот этой точки ориентированные но я сейчас объясню почему но раз он ориентированный то вот эти каспы не могут исчезнуть потому что они со степенью 2 проектируются вот сюда на с 1 ну вот он тут нарисован я вижу картинки есть картинки можно да ну вот я взял каспу всех проекций вот эта верхняя дуга вот эта верхняя дуга это вот на проекции вот эта дуга склеивается с этой поверхность вот у меня здесь на картинке это тут как буквы буквы я ввел чего вот и 0 это ну вот здесь вот вот это вот многомерная штука а кабардизм он такой как-то рисован вот я взял проекцию и 0 на вот сюда ну вот проект вот проект вот проекция значит здесь это же вот это вот отображение сначала идем же х потом спускаемся вот здесь проекция и что ли занята олька проекция означает не знаю п красивая ну вот ввел такую букву для такой проекции но индекс нолик означает что я ее отследил над вот этим вот сечением она однопараметрическая то есть я вот эту букву будут использовать в двух случаях когда я беру весь кабардизм и когда я беру его срезку в диске ну вот что получается в диске получается в диске кривая но вообще она не кривая а семимерное многообразие а вот то что значит вот эти каспы они одномерные на этом семимерном многообразии и вот эти вот две кривые это просто вот проекция вот этого семимерного многообразия она идет в 13 потому что здесь вот 13 получается сейчас ну давайте посчитаем значит здесь у меня 16 минус 4 это 14 но поскольку в гиперсечении вот поскольку эпсилон понизил размерность то 13 вот у меня 7 в 13 у 7 в 13 это такая штука которая сам пересекается по кривой до 7 плюс 7 14 а у меня 13 вот эта кривая она устроена так вот она кончается на каспе сама вот она содержит вот эту точку сам пересечения которые и было вот на этой картинке это кривая конечно вот просто тут нарисовано но тут размерности поджимает вот вся восьмерка проектируется вот на эту линию и кривая просто вот этот отрезок на этом отрезке была вот уже точка на кривой l и появились два конца и вот этот вот штук крутится и значит прикажет при каждом значении вот параметра на с получается такая картинка но получается что есть кабардизм вот этих вот каспов кабардизм устроен так это семейство верхних верхних прообразов относительно вот этой вот проекции которую я тут пи-жи-хэт нарисовал вот поверхность пи красивая вот она значит кабардизм ну теперь вот я говорю что это ориентированный кабардизм вот от двулистного накрытия вот к этой точке вот здесь есть ориентация здесь есть ориентация это просто но вот если сейчас это условие ориентированности пропустить то все есть доказательства потому что вот это вот этот цикл удвоенный значит этот цикл тоже должен быть удвоенный и рваться он не может но нарвется потому что полеме 2 есть сечение вот у этой вот 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 свечение свечение ну значит он нулевой цикл а если бы нормы noselman ведь не может потому что вот этот на нулевой ну вот все доказательства. Осталось только доказать, что кабардизм ориентированный. Ну, так? Ну, это вопрос. Петр Михайлович, то, что вы рассказываете, по-моему, не очень убедительно, но я вот припоминаю, что у Макрон была такая лемма, что действительно, ну, не каспа, а, как они называются, складки, кабарданная. Да, это трюк Сюча, который он украл у Кашорки, и, значит, в Кашорке было такое. Но как именно это формулируется? Вот вы там сейчас поделитесь. Нет, но они заметили, что двулистное накрытие над многообразием самопересечения кабардант на кривой Каспов. Ну, они это заметили, не всегда этот кабардин целочисленный. Ну, в данном случае он целочисленный, ну, потому что здесь вот локальная ориентация, значит, вот нужно взять эту точку, и вот здесь что получается? На проекции, значит, коразмерность, здесь вот нечетная коразмерность, а на проекции вот эта вот поверхность уже самопересечения вот этого семимерного многообразия, она имеет четную коразмерность, но четная, она не зависит от того, как я берега переставлю. Поэтому вот казалось бы, что здесь вот должен быть ориентированный кабардизм, но не казалось, а просто вот проекция самопересечения, она есть ориентированный кабардизм с вот этой вот границей. Но в действительности здесь так не получается, потому что когда это было бы, если бы вот этот вот цилиндр был бы ориентированный, но он скошенно ориентированный вдоль С1, поэтому надо локальную ориентацию брать. А как локальную ориентацию брать? Ну вот надо брать точку и надо подкрадываться вот к этой точке самопересечения по листу, по верхнему. Вот если мы попадем в отмеченную точку, то будет одна локальная ориентация, а если мы должны вот целый оборот сделать, чтобы попасть в эту отмеченную точку, то локальная ориентация будет другая. Поэтому вот у этого берега и у этого берега они вот сюда приклеиваются с разными ориентациями. Вот сюда ориентированный, а это сюда. Ну поэтому, значит, кабардизм устроен так, что вот эта точка ориентированная в двулистном накрытии, это совсем легко видеть, и я это объяснял. А вот этот кабардизм, есть ориентированный кабардизм вот этого двулистного накрытия с вот этими каспами. но вот этот в точности конструкция суча вот но здесь просто она применяется в таком плане что цилиндр это самое с сушите вы это самое я я это проговорился вы сделаете купюру что там это самое кто-то у кого-то брал кто-то будет некрасиво вот ну ну в общем ну в общем я не знаю давайте это все аккуратно разберем вот идею я сказал идея значит суча а воплощение надеюсь правильно потому что вот как 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 определять значит как определять кабардизм я сказал собираем кривую на проекции видна поверхность границы этой поверхности это вот это вот кривая каспов поверхность ориентированная потому что вот эти вот к корку для того чтобы невозможно проверить ориентируемость вот в таких темах чтобы проверять ориентируемость нужно более четко это доказательство с это суждение каким-то образом записать там нет ну 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 хорошо я то есть можно можно значит сказать что это место неповеренно и пойти дальше но предыдущее место тоже я не понял честно какой нет ну так это все это предыдущего давайте проверяющего можно позже вернуться но вот это место но нет подождите я вот говорю аргументы значит я вижу я кабардизм вот этих точек к нулю ну я объясняю как он устроен я беру проекцию я собираю на проекции вот я собираю верхние прообразы и это есть поверхность вот эта поверхность приклеивается вдоль этой кривой но на здоровье а другой и конец это вот эти точки поверхности определил кабардизм я определил михалычку вот если вы сможете записались аккуратно фонку вы то что вы сказали я не могу смогу конечно вот это вот вот это вот вот это вот проекция примененная мхэд это есть давайте лимбу лимбу сучили там кого угодно кошелки макроле вот вы можете скумулировать это не лима это не лима а просто наблюдение вот я говорю об обозначим вот это через пи эта поверхность ну лима да пожалуйста значит дпи что такое да пи это сигма вот сам пересечения вот этой штуки от пи да пи это сигма ну тут доказывать ничего потому что каску они всегда ограничены кривой поверхностью сам пересечения теперь лима на этой поверхности сигма вводится аренды ну перед на сам пересечения пи это сам пересечения ну сам пересечения там через дельты что же означает писал пересечения вот этого многообразия она живет вот здесь в образе ну чё вот шли пи 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 дпи это сигма но еще на этом да еще на этом пи живет значит вот этот вот дивизор его можно разрезать вдоль эль бар вот эль бар тоже живет на пи вот она склеена из двух берегов эль бар вот эль бар значит живет на пи и если я разрежу это пи по эль бар я получу кабардизм сигма к эль бар вдоль пи ну вот вот он нарисован вот 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 отрезок вот значит вот эти вот две точки они на эль бар живут и вот от отель бар значит вот по этой точке сюда пойдет а по другой точке сюда пойдет вот здесь две точки вклеены если я вот эти две точки возьму разные то я получу кабардизм геометрически вот я его определил от сигма к эль бар теперь я говорю что надо задать ориентацию на этом кабардизме ориентация создается так пожалуйста значит берем берем точку на пи значит в в этой точке вот я должен сказать в этой точке сам пересекаются два листа на эти листы под контролем если они четную размерность имеют если все если они переставляются по размерность значку ориентации не поменяется если что может меняться это вот как я эту точку вижу вот на этом вот скрученном цилиндре если я ее вижу в локальной системе коэффициентов я соединяю эту точку с отмеченной точкой вот на этом многообразии если я ее соединяю вдоль другого пути где вот все вот это объемлемое многообразие меняет ориентацию то вот коррентация здесь полностью меняется значит я для каждой точки должен сказать какому пути я веду в отмеченную точку но я веду по такому пути я эту точку вот на 1 на 1 на эль бар есть две точки одна отмеченная произвольным образом а другая оставшаяся вот я должен на вот этом in head соединить вот эту точку с отмеченной ну все вот правило локальной ориентации дальше все проверяется вот эта точка соединяется вот с нужным прообразом на эль бар и это есть правило локальной ориентации это правило локальной ориентации уже говорит что вот это вот многообразие ориентировано глобально тут все локально сходится глобально она становится ориентированной вот этот кабардизм оказывается ориентированный живет в не ориентированном цилиндре но кабардизм оказывается ориентированный вот это вот пи минус эль бар к сигма ориентированный кабардизм но я вот все определил проект проверка до проверку значит не оставляю ну я это все еще раз запишу и следующий раз если хотите будем проверять но на уровне определения все сказал все определения правильно и могу повторить доказывать что-то ориентированный кабардизм я не буду потому что значит я ну не смогу это доказать вот все ориента все определения давайте повторю ну может быть если кто-нибудь понял эту идею может ее повторить нет но и там я не там я немножко перепишу текст кто-нибудь это поймет это это мы повторим еще не смог следить за предыдущим местом там где вот из-за контроля структурная группа редуцировалась но то есть я принц понял что сказали но это прозвучало мне как не очень убедительно не но здесь нормально хороший это такая конструкция которая то что то что значит если это вы видите вокруг какой-то по какой-то петле вот там на самом пересечении это петля рядом с рп каким-то там двое минус один минус один но она но она вот здесь вот идет вдоль петли и у этой петли два прообраза и ориентация если эти прообразы сами себя переходит то ориентации либо у обеих меняются к ориентации нормального расслоения многообразие погруженного вот этого вдоль этой петли им сохраняются но здесь по моему тут все еще чё я пускаю что то что вы говорите верно но чтобы в этом полностью убедиться мне бы хотелось это более формально как-то услышать может быть кто-нибудь это понял и может другим словами это сказать ну можно послушать мишу или что-то он спросит другими словами мы это это как бы ну это как бы ну как бы надо проверить но и чтобы проверять нужно знать что проверять ну вот я все определил я определил кабардизм это тень сам пересечения тени при вот этой проекции я хочу заметить что это проекция устроена так что контроль по-прежнему сохраняется вот это вот проекция очень важно что здесь есть контроль на этом многообразии проекции не абы куда а проекция идет по-прежнему вот на этот лист на котором есть вот это многообразие с контролем зачем мне это нужно при проекции к размерность вот этого многообразия уже будет четное листы не могут на этой проекции они если я один лист поменяю ориентацию то второго тоже поменяется вот если не было этого контроля могло бы случиться так что один лист менял ориентацию другой не поменял такого быть не может потому что тогда была бы петля которая вот вот что это значит значит что вот я сначала объясню потом напишу гуляю по r-head есть две петли параллельных они склеились как на линии самопересечения эти петли гомотокные сюда переходят они геометрически на n разные но сюда это просто одна петля поэтому вдоль одной петли может смениться ориентации вдоль другой петли может смениться ориентация вот этого расслоения но так что вдоль одной петли сменилась а будет другой не сменилась не может потому что две петли просто переходит сюда в одну и ту же а акт замены ориентации отслеживается так я беру петлю иду сюда и смотрю это образующие или нет если образующие значит меняется ориентация потому что п меняется на противоположные если это гомотопная нулю тогда п просто сохраняется как линейное расслоение и так сразу для двух п значит здесь вдоль линии самопересечения 2 вот этих вот блока и они устроены так же либо они оба меняются либо сохраняются это я объяснил про петлю которую устроена как про образ двух этих самых одинаковых петель ну а если петля связанная то тут более вот это вот второй случай вот я его разбираю здесь нужно простите верно ли что раз вы апоксинируете отображение в рп какое-то там то у вас просто структурный вдруг продюсировалась но там вы все произведение отображаете и апоксинируете это отображение погружением тогда значит такого погружения структурный вдруг продюсируется до 4 к произведению произведению за два нет но она она за два кресла 2 редуцируется там возможно перестановка биссектрисы это вот случае 2 а если перестановкой если перестановки листов нету то она редуцируется за 2 ну за 2 это обе биссектрисы перевар обе оба листа переворачиваются это ориентированная коориентированная петля ну да группа диэдра это общая группа она может быть она характеризуется сложной перестановкой а здесь перестановка простая если случай 2 значит коориентация в нормале обязательно сменилась а если случай 1 то коориентация нормально к этой петли обязательно сохранилась вот принцип контроля от группы 8 порядка переходим под группе 4 у вас же еще там вот этот лист мебель у себя ориентированно да у меня лист мебель для первого случая он не нужен у вас я говорю сразу что вот когда я рассматриваю кривую и тут можно считать что сразу все поменялось ну поэтому смотрите этот случай не реализуется здесь не должно поменяться коориентация не должна поменяться но один это вот случай когда кривая не свят накрытие не связанное первый случай это случай когда над кривой самопересечения накрытие не связанное тогда смотрим что случилось при обходе при обходе зависит от того как вот мы суда спроектировать на при обходе значит в кок в коориентации сохранил коориентация нормального пучка сохранилась потому что мы значит в подгруппе за два внутри группы диэдра а там значит класс штифель уитни тривиальный но если правильно если я один раз а если я один раз обкрадываюсь по листу мебель то не только могу но и обязан изменить ориентацию значит здесь я ее не изменил а поскольку по листу мебель то я ее изменил противоречие значит первый случай невозможно ну чё я все записал что противоречие в том что в паре такое и ориентация кривой поменяла ориентацию потому что я погулял по листу мерзнулся если я возьму любую кривую гуляю по листу мебель то нормальное расслоение сменит ориентацию с другой стороны в нормальном расслоении можно поцелить ориентацию от нормальным нормальную пучку пересечении там вот две вот этих вот структуры и каждая структура определена с точностью до смены знака вот этого п но эта смена знака происходит одновременно поэтому в каждой в каждой плоскости есть коориентация но объясняю тоже есть принцип контроля то что по одному листу осталось это означает что мы в нулевую петлю вот уже вот суда на проекция это не вот это вот а это вот это вдоль другого листа сменился это означает что мы в образующую пришли но листы то идут параллельно они по кривой сам пересечения вся кривая сам пересечения она вот сюда вот в контроль проектируется поэтому если по одному листу у нас есть образующие то по-другому образующие ну поэтому значит они либо обе сменились либо обе не сменились поэтому в коориентации видим сохраняющую ориентацию нормальную значит площадку с одной стороны поэтому по s1 не можем обойти там она сменится она должна сохраниться значит это не годится но второй случай он априори возможен но здесь нужно еще раз спуститься по поверхности и там будет это самое противоречие уже вот с этой леммой вторичной что вот это вот сигба будет не ориентирована значит кабардантно не может два раза обкрутиться 0s1 но второй случай более сложный но первый случай но второй случай давайте повторим значит я если он использует эту конструкцию то может быть уже малыша ну да он использует эту конструкцию он использует существование ориентированного кабардизма вот это вот петля вот здесь значит одна вот это вот многообразие она ориентированная но конечно ориентирован двумя способами чтобы сказать какой-то способ нужно выбрать точку . нужно выбрать это локальная система значит точку нужно выбрать вот здесь на n-hat взять на этом l точку и вот ее держать вот и вот в этой точке мы говорим что это базовая точка тогда все все пляшем от этой базовой точки вот в этой базовой точке у меня есть ориентация вот этого слоя тогда второй слой ориентирован так что я к этой базовой точке могу попасть только вдоль пути вот этого образующие потому что у меня второй случай здесь две точки переставятся вот я иду по второй точке несу ее в первую и там вот этот лист ориентирую в соответствии с этой локальной системы коэффициентов поэтому эта конструкция глобально задает мне значит коориентацию на вот этой вот кривой ну а значит когда я пришел по образующие у меня первый лист перешел в минус 2 2 2 да как я как я значит ориентирую кривую вот один лист я взял отмеченную точку а на втором я взял индуцированную ориентацию теперь что будет если я вот у меня будет кривая коориентированная в нормальном расслоение но нормальное расстояние к этой кривой не ориентированно может что может то я лишь не доказал значит сейчас нет но нет ну так не может быть да значит вот эти точки переставится то есть переставится там нечетное число векторов п вот здесь вот есть ориентации здесь ориентация это ориентация это вот должна сюда перейти должна сюда перейти до ориентированное расслоение тоже поменяет ориентацию значит вот лист не велос поменял ориентацию по ориентированное расслоение в этом случае поменяла ориентацию здесь такой случай априори возможен вот можно два раза накрутить и не будет противоречия с тем что здесь такая петля существует но если я взял точку на этой петле то петля уже ориентированная, потому что связанное многообразие, вот эта точка говорит, как я ориентирую эту петлю в окрестностях вот этой маленькой точки, а потом вся вот эта петля уже ориентирована. Ну, теперь, значит, я эту ориентацию перетаскиваю сюда на кабардин. Вот эта граница уже ориентированная. Но это место, значит, я не проверил, но я сказал, как это надо делать. По тем же самым соображениям, чтобы я что-то должен быть, что-то я хочу ориентировать, то есть я беру все объекты вот в этой точке, связываю вот эту точку путем с вот этой вот отмеченной. Это может случиться только однозначно, потому что, значит, если я другим способом перейду в отмеченную, то у меня вот этот берег всегда верхний, он не может, не могут две, не могут два отмеченных пути отличаться на образующую вот здесь. Это, значит, нужно проверять, но это верно. Вот, значит, я эту точку подтащил к отмеченной на вот этом берегу, и это с точностью до... Если я другим способом подтащу, то у меня будет обязательно четная петля вот здесь вот. Давайте это место сейчас проверим. Ну, после того, как я подтащил, у меня все объекты стали ориентированные. Ну, они коориентированные. Ну, и ясно, что вот эта точка ориентируется как-то кривая, и здесь тоже будет ориентация, и этот кабардизм будет ориентированный. Но, ну, да, надо проверять, но я все объяснил. Вот осталось только доказать, что, ну, если я эту точку подтащу к этой, то только одним способом. Ну, так это так, потому что, значит, я ее вот подтащил, а подтащил второй раз к тому же берегу. Ну, вот коориентация у меня, значит... Ну, вот в этой точке так происходит, что если я подтаскиваю вдоль вот этой вот нетривиальной петли, то точки обязательно переставляются. А вот я точку саму к себе вдоль нетривиальной петли не могу подтащить. Вот одну точку можно определить для любых рель, там, для любых... Ну, да, я минимально беру, ну, я говорю, что для любых... Да, во-первых, можно определить для любых, но это немножко головная боль. Но если там трубочками склеивать, то это не сильно, потому что это все связано. Там коразмерность огромная, поверхность тоже связанная, вот это все связанное. Ну, да, это я такую работу, значит, нужно проделывать. Ну, я вот допишу в тексте, вам это дам, а потом, значит, будем думать, есть там доказательства или нет. Ну, давайте, значит, дальше пойдем, я предлагаю. Вот, значит, с меня еще улучшена итерация текста. Ну, вот я все как... Ну, да, это вот место, оно какое-то не очень красивое, но если его аккуратно выписать, оно может даже заблестеть. Ну, во всяком случае, вот здесь вот мне нравится, что я все-таки применил принцип контроля для доказательства какой-то такой содержательной теоремы. И я как раз вот хочу дальше больше так делать. Ну, пока что вот только, значит, по модулю того, что вот до конца там я не проверил, ну, вот пытался доказать. Теперь я хочу, можно, да, до перерыва сделать размерность 15 по строению, это быстро, а потом попьем чай и хотя бы набросать бесконечную серию. Успею я еще 20 минут есть до перерыва? Хорошо, спасибо. Значит, давайте посмотрим, как это все работает на конкретном примере. Значит, вот возьмем здесь, возьмем здесь 14, вот, тогда, значит, ну, здесь там будет 13, ну, мы сюда там, может, не пойдем, значит, что делать, что 14? Ну, 14 это понятно. Значит, вот я взял РП7 крест РП7. Теперь, что я взял здесь? Ну, я взял С7 крест С7. Ну, как-то там надо обозначить. Что это значит здесь и здесь? Я сейчас строю вот этот вот кабардизм, который там, F что ли было, обозначил. Вот я сейчас, значит... Который 2х на 1 0? Ага. Значит, здесь вот так вот я хочу взять, ну, вот, пусть это будет, там, какой-нибудь F у меня. Оно внизу, это вспомогательное. Здесь я переставил, значит, R, ну, D там у меня было. D8 крест, D8, это скошенный крест вдоль S1. Вот так, вдоль S1. Значит, эти факторы вот могут переставиться. Ну, вот они, это ориентированная штука. Я, значит, беру такое скошенно оснащенное погружение. Это то, которое вот... Ну, я хочу, значит, построить скошенно оснащенное погружение. Значит, вот здесь вот факторы переставляются. И поэтому, если я здесь факторы переставлю, то у меня есть такое погружение. Вот F устроено так. Оно, значит, эту координату сюда погружает, эту координату сюда погружает. А теперь здесь у меня эти все координаты закручены. Ну, и здесь они тоже закручены в соответствии с тем же правилом. Значит, погружение... А? Именно семимерное проектированное пространство в семимерные... Да, это самое, это вот мы немножко обсуждали, эти самые октавы. Значит, да, РП-7 погружается в Р-8, а вот дальше уже не погружается. Дальше, значит, идет трудность, а это последнее. Давайте я здесь... Давайте я тройку напишу, тогда... Так, кстати, не реализуемое, да, в этом деле, в принципе. А? Нет, оно стабильно не оснащенное. Если здесь 2 в степени или минус 1, там... Нет, это именно РП-7. Да, РП-7, оно просто оснащенное. Потому что октавы на них... Октавы действуют без делителя и нуля, и переносят, значит, реперы заодно и точно на всем многообразие. Ну, вот здесь вообще без проблем. Если я понизил размерность, давайте так сделаем. Тогда это просто квадриньоны, и тут вообще нет проблем с квадриньонами. Ну, а в чем разница? Вроде и там, и там такое же. Нет, ну, разница в том, что я хочу сделать военную хитрость. Я хочу построить... Я хочу построить 7... Хочу построить 7, потом хочу построить... Ну, здесь я хочу построить 7, потом я хочу построить 15, заменив 3 на 7. А потом я скажу, что дальше, что мы построить не можем... А дальше-то мы построить не можем, а хочется. А вот давайте теперь возьмем... Простите, если это возможно, я думаю, с Адкирацией вы объяснили, как погружение устроено на коллективное пространство. Ну, да. Не, ну, как оно погружение устроено, я не знаю. Ну, как доказать, что Т от РП3 есть 3 эпсилла? Ну-ка, я могу. Ну, значит, сначала я докажу, что Т от С3 есть 3 эпсилла. Хорошо? Это вроде понятно через умножение на единичных сферах. Ну, да. Ну, вот это вот тоже понятно, потому что оно инволюцию уважает. Ну, если я вот сделаю вот эту формулу, я просто фактор возьму. Касательное пространство к РП3, оно получается факторизация инволюции вот этой штуки. И там это все на минус единицы центральные элементы, там это оснащение, ну, само в себя переходит нормально. Теперь вы имеете в виду, что погружаем в процент большой размерности и дальше принцип компрессии? Нет, ну, тут особо нету принципа компрессия. Ну, в принципе, нет, ну, да, ну, да, ну, да, ну, если есть многообразие с тривиальным касательным пучком, то оно просто погружается в коразмерность 1. Вот я беру любое погружение, какое вам нравится, РП3 в Д4, вот в силу этого свойства оно существует, этого достаточно. Оно существует, оно потому, что вы можете погрузить большое пространство в Д4, потом скомпрессировать, как еще его построить? Нет, ну, если есть мномортизм касательных пространств, он, безусловно, есть, то оно просто строится в теореме Хирша напрямую. Ну, можно, конечно, компрессировать аналитическое погружение старшей размерности по-разному можно строить, но я объяснил. Ну, это по-разному, там, просто для трехмерных на карантазе они вообще все проализуемые, если они не проализуемые. А с семимерными не так. С семимерными не так, да. С семимерными вот уже по модулю 4 она не проализуемая. Ну, да. А по-разному, оно проализуемое все еще, да? Ну, потому что, если я возьму здесь 7, я возьму И, чтобы линзу получить, то это И не будет центральным элементом, а здесь... Ну, в общем, верно, что трехмерные парализуемые, это надо доказывать, ну, там, теорема Рохлина, а это самое, семимерные, Сергей Александрович заметил, что неверно, но... Нет, когда же вы доказывали, когда-то, 20 лет назад, еще семимерная линзу... Ну, вы заметили сейчас, да. У вас лемма такая была в вашей статье. Да, да, но она, это самое, она не сработала, к сожалению. Да, лемма интересная, да, может, она полезна, что R7 от Z4 не погружается в R8. Ну, там меня хвалили, говорили, что хорошо, но, значит, для теории гомотопии не потребовалось. Но сам факт интересный и доказательство красивое. Ну, просто можно взять на заметку, да, оно не очевидно, что... Но не опубликовано, да, со сладостью не получится? Не, не получится. А где это можно прочитать? Да это вот нужно доказывать. Но вот не опубликовано припринтой? Нет, но если я это самое, но если я приду на работу, то в хорошем расположении духа я найду какие-то там припринты 20-летней давности и вам их пришлю, но так, чтобы вот это самое, так, чтобы где-то было... Ну, в архиве, в архиве может лежать. Нет, ну, это хорошее упражнение. И, значит, тут из него что-то можно вообще не какое-то взять. Но вот этого не хватило. Значит, я сначала думал, что этого достаточно, и всем об этом рассказывал, но, значит, не хватило. Ну, что-то там не сошлось. Дальше надо было копать. Но это все равно, значит, может оказаться полезным. Ну, для доказательства теоремы, для геометризации теоремы Адамса этого не хватило. Вот. Я как-то думал, что хватит, но, значит, не хватило. Ну, так оно это самое, само по себе, может, для чего-то полезное. Ну, ладно, это мы отвлеклись. А R, B, C, значит, оно там коммутирует с действием этих октавок. Да, да, а минус единица по-прежнему центральная октава, оно коммутирует. Вот. А с I оно не коммутирует, и там, значит, в квадронионах получается, а в октавах не получается. Ну, вот, смотрите, значит, это погружение я построил. А что это за отображения такие, за С7 на С7? Ну, это просто двулистное накрытие, я здесь забыл писать. Ну, вот это двулистное накрывает это, это двулистное открывает это. Значит, это четырехлистное накрытие. Вот эта вот штука, это и есть наше погружение, которое мы обозначали через G, что ли? Или F, F, вон, вначале, F маленькая. Вот это, вот это и есть элемент Махавальда, или, если хотите, это вот результат деформации арфан-варианта. Вот если я возьму вот здесь, то вот такая S4 на S4, извините, S3 на S3, Rp3 на Rp3, а потом это сюда, это просто арфан-вариант. Ну, он так строится, значит, ну тогда, значит, получается... Надо вычислить арфан-варианта тогда? Ну, надо вычислить, но он легко вычисляется, вот каждый лепесток скрученный, это можно, значит, многими способами сделать. Ну, сейчас все, ну сейчас всего не вычислишь, но можно, вот, значит, через сам пересечение все это видно, значит, у этой штуки самопересечение устроено так, это S3 на S3, фактор OZ2, центральная. Там есть, значит, тут есть три компонента. Вот у этого, у этого композиции есть три компонента. Одна, именно та, которая нужна, это вот, когда я точку X, ну вот, точка, значит, XY, и вот может так случиться, что XX, а под ней должна лежать вторая точка самопересечения, ну вот она может быть такая, TX, TY. Тогда это хорошая точка, где T это инволюция вот на этой сфере. Вот эти точки, если я соберу, то это как раз будет шестимерное многообразие, которое уже, будучи снова там самопересекаемо, даст инвариант единица. Но это видно, это легко увидеть, вот когда я инвариант Хоффа сейчас вычислю. Вот инвариант Хоффа легче вычислять, потому что это просто характеристический класс вот на этом многообразии. Я сейчас докажу, что он равен единице, тогда из теоремы Брауна-Петерсона будет вытекать, что здесь просто и есть архенвариант. Но можно и напрямую доказать, что архенвариант. Вот, это, конечно, нужно сделать, и это всем интересно, но я нацелен сейчас, был нацелен на другое. Ну, дайте я мысли расскажу. Значит, вот я сейчас посчитаю, вот это от F, вот я определил F, это вот такое погружение. У него там есть двойные точки, но скомпрессировать, может, придется, потому что здесь, значит, 7, а здесь 9, одна размерность лишняя, но все равно я эти самые точки вычисляю изолированные. Поэтому, значит, тут, ну вот он очень плоско лежит. Вот я взял вот, вот я многообразие, значит, обозначил N1, N2 и N3. Значит, N3 это вообще неинтересно. Вот эта штука сам пересекается вот в этой штуке. И точки вот этого накрытия тоже, значит, есть кратные точки. Но они уж точно ни во что вклад не дают, потому что они там сами на себя накручиваются. Теперь N2 это вот такая штука, значит, Tx, y, а здесь x, y. Ну вот если взять по одной только координате T, а по другой не T, все равно по какой, потому что вот эта окружность поменяет координаты. Если одна инвалидивная, а вторая просто совпадает. Они, конечно, живут в точках сам пересечения, но это многообразие не дает никакой вклад, никакое характеристическое число. У него каноническое накрытие просто тривиальное над ним. И вот остались такие. Я утверждаю, что вот это вот многообразие, оно имеет максимальную степень P. где P это накрытия двулистное. Вот x в игрок, Tx, Ty, оно, значит, живет вот в этом многообразии. И просто это самое, вот это я написал два прообраза, значит, это двулистное накрытие. Вот у этого двулистного накрытия максимальная степень накрытия P в седьмой равняется единице. Я сейчас это покажу. Простите, я вот за предыдущую не осудил, почему точки того типа не относят вклады? Ну, потому что их слишком много. Вот здесь вот они образуют какое-то многообразие, а здесь оно четырехкратно накрывается. Теперь я, значит, вот это многообразие отпускаю в поразмерности, это многообразие становится, там, допустим, одной точкой. Я не знаю, сколько тут будет точек, но каждая точка проходится аж четырежды. Ну и будет 16 точек, но, конечно, не будет тут никакого вклада. Точек самопересечения на N3 не будет, потому что здесь просто, даже если была одна точка вот здесь, я не знаю, сколько их, тут целая сеточка и четное числоточек. Они неинтересные. На N2 неинтересные, потому что вот над таким многообразием накрытие тривиальное. Вот над N2 есть N2 бар, и вот это накрытие тривиальное. На N2 неинтересно. Ну, это надо считать. Я думаю, какое накрытие тривиальное? Ну, вот, точки склеились XY, TX, TY. Накрытие такое, что вот эту точку считаю как за две. Вот один, а вот второй прообраз. Ну, вот я определил многообразие упорядоченных пар XY, TX, TY, где X точка вот здесь вот в этом RP3. А T это, извините, X это точка на сфере в правом образе, а T это ее антипод. Вот если я беру антипод по одной координате, то это многообразие определяет накрытие N2 бар над N2. У этого накрытия тривиальные характеристические классы, поэтому оно не дает вклад в тт маленькое. Но это неочевидно. Что это с накрытием? Надо решать. Ну, это почти очевидно. Потому что, когда я прокручусь... Ну, вот в срезе, в срезе они просто различаются. Вот это вот разное, а это одинаковое. Поэтому листное накрытие тривиальное, вот в срезе. Но когда я вдоль S1 пройду, ну да, там... Ну, простите, ну как тривиальное? С 3 надо по 3 не тривиальное? Ну, здесь парочка, вот одна парочка одинаковая, а другая разная. Это шестимерное накрытие. Оно триви... Оно и вот эти листы никогда, никогда не могут... Это самое... Нет, ну накрытие это не тривиальное, а ты иногда по 3. Да. Да, накрытие не тривиальное, но характеристический класс у него тривиальный. Значит, если я начну вычислять характеристический класс, то, значит, я увижу, что после того, как 3 раза... Да, я ошибся, наверное, действительно, накрытие может действительно быть не тривиальное, но если я беру максимальную степень P, то оно, конечно, тривиальное. Ну, вот здесь вот, здесь не будет характеристического числа никакого. Да, я это место сейчас это самое не вспомню. Ну, нужно, да, может быть, его не так уж аккуратно записал. Ну, оно совсем простое. Значит, тут нет никакого характеристического числа. Ну, накрытие, да, не тривиальное, но оно вот в срезе, оно, значит, имеет когомологическую длину 3, потому что вот на одной координате. А когда я ее глобально беру, оно все равно имеет когомологическую длину 3. Вот я ее здесь отслеживаю, но она потом переходит этот фактор в этот. Но, значит, ну, ничего страшного, потому что... А, ну вот оно, оно, значит, вот, а вот оно какое. Если вот по первой координате различия, то вот она, когда я беру вот накрытие, оно по второй различается. Ну, поэтому, значит, вот эти два листа, вот они вот становятся просто... Это два раза вот я прошел, и это прямое произведение, вот оно два раза вдоль этой оси, как прямое произведение, два раза накрутилось. То есть я вот это вот, вот это накрытие просто умножаю на S1. А у этого накрытия когологическая длина 3, и поэтому оно не дает вклад ни в какое характеристическое число. Вот не может случиться, что здесь... А вот здесь, вот здесь я сейчас проверю. Ну, хорошо, я сделал утверждение... Кос умножаю все. Ну, вот это накрытие умножаю косо на S1. И вот эта точка не переставится вот с такой. Если я здесь T подпишу, то это разные точки, потому что здесь одинаковые координаты, а здесь разные. Значит, один раз, когда прокрутился в 0, S1, у меня вот слои этого накрытия разные, поэтому это просто умножение на S1 вот этого накрытия, которое здесь по одной координате. Ну, а это накрытие очень простое, у него нет никакого характеристического числа. Ну, вот все доказательства. Значит, надо сосредоточиться на вот этом многообразии, на этом накрытии. Здесь тоже все очень просто, и картинка красивая. Значит, смотрите, что здесь происходит. Вот. Ну, все-таки не очевидно, что в самом конце это у вас подклеивается без подкрутки. Вот вы говорите, что накрытие на ТП-3 умножится просто на S1. Ну, на S3. Ну, я понимаю, что когда вы обходите там на второй фактор, переходите, ну да, там то же самое, но вот когда вы возвращаетесь после этого, снова еще раз эти факторы меняются самостоятельно со множителя. Нет, ну... Тогда там подклейка может быть не ориентирована. Нет, ну, смотрите, я объяснил. Значит, когда я один раз переставляюсь, у меня точки разлетаются. Вот здесь точка в одном накрытии никогда сама в себя не перейдет. Потому что здесь она различается по первой координате, вот на S3. А когда я один раз прокрутился, она различается в том же горизонтальном срезе по второй координате. Это разные точки, как точки накрывающего пространства. Они, в принципе, разные. Поэтому вот эта вот компонента устроена, как вот это накрытие над срезом, дважды прокрученное вдоль S1. Если я один раз прокручу, я в другую галактику попаду. А два раза прокручу, я возвращусь назад. Но это будет накрытие прям, пряменько умноженное на S1. А вот здесь оно слишком простое, чтобы чему-то там препятствовать. Но все чистое отказано. А вот смотрите, а вот что это за косое умножение на S1? Вот вы можете переставить два сомножителя, а можете внутри от P3 сделать какую-то инволюцию для еще ориентации. Нет, ну я не буду... Здесь вот, смотрите, если вот это накрытие было из разных точек, а вот это из одинаковых, то когда я один раз прокручу, у меня вот это станет из одинаковых, а это из разных. Но они не склятятся между собой. Это разные пространства накрытия. Они просто из разных пар точек состоят. Ничего там не произойдет. Ну вот пара точек. X, X, Y, T, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, они просто в принципе не могут быть приравнены друг к другу. Здесь разные точки. Здесь одинаковые. И наоборот. Поэтому это два шара таких, которые живут вот в одном срезе. Дизъюнктные. Они переставляются по S1, но на здоровье. Вот они переставились по S1. Один шар переставился в другой. Но это два шара. Это не связанная штука. Чтобы была связанная, ну два раза прокрутится. Получится колбаса, которая два раза прокручивается по S1. На этой колбасе нет никакого характеристического числа. А то, что накрытие тривиальное, да, это я соврал вам. Ну, нормально. Теперь вот на N1 самое красивое. Значит, смотрите, что происходит. Вот здесь вот я рисую. Вот я рисую S3, крест S3. А это все лежит в S7. Вот. Теперь что здесь происходит. Вот. Это тор такой. Вот я его так должен нарисовать. Ну, тут такая... Вот этот вот тор. В серединке он лежит. Вот. Это вот одна его часть. А вот эта другая часть. Теперь, когда я этот тор затягиваю... Да, вот это, значит, многообразие. Вот оно состоит из точек XY, TX, TY. Значит, вот оно, двулистное накрытие, устроено так, что я беру S3 на S3 и беру диагональную инволюцию. То есть, эта диагональная инволюция сохраняется с диагональной инволюции на S7. Теперь, когда я, значит, беру степень отображения, то я должен сделать следующее. Я должен как-то его отобразить в Rp7. Ну, вот я с этого тора отображаю так. Значит, я первым способом могу вот эту вот инволюцию сюда затянуть. Пустите, я что-то потерял нить. Откуда взялся Rp7 и S7? Я считаю степень отображения... Вот смотрите. Вот я взял компонент N1, я взял N1 Head. Вот здесь я построю... То есть, это N1, от которой XY, TX, TY? Да, да. Оно состоит из точек XY, TX, TY. Вот я его обозначил через N1. Значит, это многообразие, которое я вот здесь вот, не умножая косвенность на S1, могу отследить так. Это XY, TX, TY. То есть, что это такое? Это вот этот вот тор S3 на S3, который лежит в S7, на котором действует инволюция диагональная, которая с S7 антиподальная. Вот это многообразие, S3 умножить на S3, фактор, вот такие парочки, да? Это в точности на парочке XY я действую минус единицы, потому что вот эти T-шки достраиваются по паре XY. Вот. Значит, вот этот тор, это вот то, что я здесь вижу. Теперь вот, значит, это S1, оно делает следующее. Я сейчас должен вот этот тор, взять его эквариантную гомотопию. Вот здесь есть одно S3, а здесь есть антиподальное S3. Ну, потому что это джойн, а этот тор в серединке лежит. Вот это одно S3, это другое S3, а это тор, который его разделяет. Вот если я возьму, скомпрессирую вариант на одно S3, а потом на другое S3, то вот эти вот, здесь вот получится так, что я вот здесь вот скомпрессировал эту, а потом на другое S3 скомпрессировал эту. Но когда я иду в доль S1, у меня это меняется с этим. То есть здесь я скомпрессировал сюда, здесь я скомпрессировал сюда. А теперь, когда я иду по S1, я это должен подклеить к этому. Но я уже на S3 сижу, и здесь вдоль S4 просто подклеиваю это S3 к этому, эквариантную такую пленочку беру этого S3 на это S3. Вот все куда действует. Значит, вот этот тор, на котором все сидит, я его сдвигаю сюда на это S3, это вот этот тор в кусочке вырезанном, вот этом гиперсечении. А теперь это гиперсечение говорит, что я эту сферу должен подклеить к этой. Вот эту сферу должен совместить с этой. Вы строите погружение из этого достанностного? Нет, я не погружение строю, я описал характеристический класс в R по бесконечность, который вот просто попал в R7. И степень у этого класса единица, ничего не надо. Это прямо вот смотришь и все видишь. Степень равна единице, потому что вот этот вот тор, я его сюда сжал, а потом сюда сжал. Вот я его сжал на сферу эквариантно. А вот эта перемычка, которая тут нужна, вот она здесь, вот она в степени никакой вклада, она вот имеет размерность 4, и точку она просто избегает. Поэтому я просто доказал, что вот этот вот характеристический класс вот этого накрытия имеет степень сюда единицу. Ну вот это и значит, что я тета маленькая посчитал. Потому что вот эта степень... А почему вы туда стали сжимать на эти S3 и S3? Ну я сжимал, потому что явно построил, ну я явно вот эту инволюцию расписал. Вот эти точки, они живут в факторе вот по этой инволюции. Сжимать я могу, потому что вот эта инволюция здесь сжимается эквариантно S3, а вот эта делается маленькая. И вот я вот эту сферу делаю маленькую эквариантно, а вот эту оставляю большую. Это все, вот этот тор сюда склеивается на вот эту S3 поджойну эквариантным способом, где T это эквариантная инволюция в S7. Теперь я сюда делаю эквариантно. Простите, я не понимаю, когда вы сжимаете, у вас одна сфера уменьшается. Да, но они... Значит, у вас по 7 эти точки идут куда-то не туда. Ну она, значит, ну это сферический слой эвариантно. Она, значит, вот если я вот возьму здесь же вот эта инволюция, вот она эту сферу гоняет в себя. Теперь вот этот вот тор я беру, я его сюда уменьшаю. Он все равно будет эквариантно, потому что вот просто масштаб вот вдоль этой сферы становится маленький, но он эквариантный. И вдоль этой сферы оставляю прежний масштаб. Вот когда я сюда сжимаю, все, вот этот вот тор S3 на S3 эквариантно сжимается как на эту сферу, так и на эту сферу. Ну да, эквариантно. Ну вот если бы это были одномерные сферы, вот была бы S3, и в нем был бы тор. И вот две этих самых окружности. И там это все антиподальные инволюции. Вот я на одну окружность эквариантно сжимаю по джойну, потом на другую окружность. Получается отображение вот этого сфера с выпиленной окрестностью вот этого полнотория, степени 1 на все S3. Ну здесь на S7. А теперь я клею маленькую ленточку вдоль вот антиподальных окружностей джойна. Тоже эквариантную. Она двумерная. И вот на эту ленточку, вот как эта штука сдавливается с этой стороны, так и эта уже вот с этой стороны. Но они в двух сторонах поменялись, поэтому то же самое сдавливание. Ну поэтому вот получается такое отображение, что все вот это вот T эквариантно отображается на трехмерную сферу с такой вот врезанной ленточкой от этой сферы к этой. Ну и степень отображения эквариантного на сферу равна единице. А эта степень отображения, это и есть архенвариант, и это и есть инвариант Хопфа, если хотите, вот этого, значит, распроектирования. Ну, здесь все чисто, но только я так это все рассказывал, что вы, значит, ну и без формул, да. Питер Нахарович, а я могу спросить, как это все с СССР связано? Ну, F это вспомогательное отображение, это его двулистное накрытие. Я вот эту композицию беру, тестирую на многообразии самопересечения. У него три компонента. Здесь характеристическое число ноль. Каждая компонента характеризуется степенью отображения в РП7, в ОСТОП, потому что это семимерное многообразие. Но здесь там оно вообще тощие. Здесь ноль, как мы выяснили, она простая. А здесь единица. Значит, общий характеристический класс вот у этой композиции равен единице. Вот F маленькая, это вот эта композиция, это погружение, которое есть в точности то погружение, у которого Браун и Петерсон хотят считать характеристическое число. Питер Михайлович, объясните, пожалуйста, почему самопересечение третий компонента? Ну, они вот так делятся. У этой штуки есть самопересечение, вот здесь вот, и оно наследует самопересечение вот этого погружения F маленькой. Это N3. Ну так? Теперь оставшиеся компоненты делятся на два типа, в зависимости от типа инволюции. Интересный тип и неинтересный тип. Больше других нет. Ну, ничего другого не может быть, потому что XY, XY нельзя написать, это просто совпадающие точки. Их надо развести. Если я разведу по одной координате, вот так получится. А если по двум координатам, так получится. Ну, больше нет координат, их никак не разведешь. Ну, вот, значит, я дал набросок того, что здесь вот такие вычисления. Теперь, смотрите, здесь те же самые вычисления. Ну, потому что, но, ну, как дальше делать? Да, вот если бы я дальше делал, то получилась бы бесконечная серия. Эта бесконечная серия называется бесконечная серия Махавальда. Все, мы бы гомотопические группы продолжили от Земли до Неба, да? Но ЭТО-15 уже не погружается в ДЭШ. Да, не погружается. А теперь вот что надо делать. Надо вместо вот этого сделать модификацию вот этого. И вот это вот... Прежде чем модификацию, можно напомнить, как это связано с инвариантом Кирьера. Вот у вас... Ну, вот вы сейчас, собственно, доказывали на эту тему утверждение, да? Да, инвариант Кирьера живет вот как. Если я вот про ответ забываю, С3 на С3 вот сюда надеваю, в это вот погружение есть инвариант Кирьера. Ну, и это что такое? С одной стороны, это арфинвариант квадратичной формы, и здесь он легко считается. Две образующие, у каждой минус единица. Простите, вы можете просто взять сечение, забыть про косовое умножение на С1 вообще в две сечения. И там уже будет ненулевой арфинвариант. Ну, это и есть единичный арфинвариант на шестимерном этом гомотопической группе, да. А зачем нужно было косово умножать на С1? Ну, чтобы элемент Махавальда из этого арфинварианта получить. Ну, в теории Брауна Патруссона говорит, что если этот арфинвариант косово умножить на С1, то он перейдет в инвариант Хопфа. Ну, вот я пытался это сделать. Это нужно было, чтобы вычислить этот арфинвариант? Нет, ну, например, по теореме Брауна Патруссона, это нужно, чтобы вычислить этот арфинвариант, да. Но, значит, здесь его можно вычислить и явно. Вот я говорю, два способа есть. Первое, вспомнить, как он по квадратичной форме строится. Здесь две образующие, и каждая закручена и имеет квадратичную форму единицы. Значит, арфинвариант вот этой квадратичной формы, как был на первом занятии, равен единице. Но это никто не помнит. А другой способ такой. Явно вычислить точки самопересечения и взять у них еще одно самопересечение. Но это делается, потому что здесь просто. Вот как устроено вот это вот погружение, если его перерисовать. Вот одно S3 такое, а второе S3. Это я, значит, беру это S3, погружаю в R6, а потом еще умножаю на R4. Вот я когда умножил на S... Вот это все живет в R6, а я когда умножил на R4, вот сюда 4 вектора вклею. Тут взялись R6 и R4. Ну, я должен это все, поскольку 6, то я должен в 12 это выдавить и посмотреть, сколько точек самопересечения. Вот я должен взять арфинвариант. Я должен его сам пересечь. Но я сам пересек вот это описание. Теперь я взял одну из... Здесь, на этом языке, трудно понять. Но вот само погружение устроено очень просто. Одна сфера кладется вот так в виде восьмерки трехмерной в R6. А вторая сфера накручивается, как пленка над R4, которая живет вот здесь, в четырехмерном нормальном расслоении. Теперь что такое арфинвариант? Я должен взять кривую самопересечения вот этой штуки. Это будет, значит, многообразие 6. А здесь у меня будет коразмерность 2. То есть это будет, значит... Ну, это будет 4. 4. Ну, вот... Ну, я... Ну, я, в общем, должен отследить, что будет в самопересечении вот этой фигурки. Ну, это очень просто. Значит, это будет R2, умноженное на это S3. Теперь, когда я тут выдавил это R2... Вот здесь-то я должен взять R6 на S6, чтобы что-то считать. Вот это вот R2 исчезло, оно осталось в точке. Вот у меня вот эта сфера осталась, а вот эта R2 превратилась в точку. Значит, у меня сфера, вот эта шестимерная, живет здесь... Она трехмерная, живет здесь в чего-то знает каком пространстве. Но там эти... Очень много сечений. Когда я ее скомпрессирую, я все равно вот сюда, в R6 попаду. Она как по одной точке самопересекалась, так она здесь самопересекается. Короче, геометрически арфинвариант выглядит так. Вот я беру S3 R6 с одной точкой самопересечения. Здесь я много написал. Вот здесь, значит, в R6, а это S3. Здесь три вектора. Вот это трехмерное пространство. Сюда в трехмерное пространство вклеиваю погружение боя. Вот получается S3 на погружение боя. А потом я в это погружение боя беру, два раза отсекаю, оно становится одномерной и номерной. Но так надо дойти до размерности 3. Вот когда я дохожу до размерности 3, погружение боя исчезает, остается только вот эта центральная линия. Я должен взять количество точек самопересечения вот этой центральной линии внутри вот этого R6. Но вот как была одна точка, так и она осталась. Значит, вот здесь, что происходит с вот этими компонентами, я сказать не могу. Там с ними что-то происходит. Но вот само вот это погружение, оно устроено так, что это восьмерка, которая бегает по восьмерке. А как это понять? Вот эта вот восьмерка, а от этой восьмерки осталось только след самопересечения, поверхность боя. Значит, поверхность боя, которая бегает по восьмерке. Теперь, когда два раза беру P, вот эта поверхность боя исчезает. Остается вот эта восьмерка. И у этой восьмерки должен взять самопересечение. Это вот эта точка. Значит, Арфен-вариант вот здесь равен единице. Ну, вот как бы можно и без теоремы Брауна-Петерсона его вычислить. Вот, это, ну, я вот, значит, скажу, ой, ну, я стараюсь отвечать. Значит, смотрите, вот если я из этого сделаю вот это другим способом, я возьму не С7 на Р7, а я возьму вот этот блок, в качестве этого блока я возьму всю вот эту вот байду. Вот я вот это вот возьму в качестве РП7, а в качестве вот этого двулистного накрытия я все вот это возьму. Тогда я уже посчитал, тут какие-то дурацкие точки, но все равно инвариант Хопфа такой же, как С7 на РП7. Вот он живет вот на этом многообразии. Поэтому я могу вот вместо вот этой вот РП7 взять вот это многообразие М. И сделать здесь М крест М, скошен СС, а здесь что получится? Тогда это индукция. И эта индукция правильная. Но есть одна неприятность. А именно, смотрите, вот это вот многообразие, оно имело нетривиальный характеристический класс. Оно вот скошено вдоль С1. Когда я перемножил, вот это многообразие, оно имеет два класса. Здесь-то оно имело только класс вот этот вот диагональный. Оно было линейное и хорошее. А здесь оно имеет два класса. Первый класс, второй класс, да еще их перестановка. Нормальное расслоение диэдральное, двумерное. Ну вот у этого диэдрального есть Элеров класс. Так вот этот Элеров класс, вот эта штука 14-мерная, вот здесь 15-мерная. А Элеров класс, который мешает, 13-мерный. Вот этот 13-мерный класс надо вырезать. А именно взять вот этот класс, как такой. Вот Элеров класс вот этого нормального расслоения. И здесь четырехлистное... Простите, пожалуйста, Петр Михайлович, сейчас я уже немножко сбился. Значит, у вас F, вот эти, которые были раньше, F3, F3, оно было оснащенное, да? Ну, здесь раньше было скошено оснащенное из-за того, что вот эти штуки переставлялись. И это единственное скошено оснащенное за счет того, что здесь была перестановка. Вот они были оснащенные, бисектриса инвариантна, а антибисектриса была скошено оснащенная. А в теореме Брауна-Петрационного у вас разве не оснащенное должно было быть? Нет, ну там две теоремы. Можно так, а можно оснащенное, но тогда здесь делать. Ну вот здесь это эффективно. Вы говорили наоборот, что если сделать там прямое произведение... Ну здесь оно прямое, потому что D4 переставляется с D4, это ничего не переставляется. Это здесь листа Мебиуса нет, это я так просто написал. В теореме Брауна-Петерсона вот здесь лист Мебиуса, то есть D3 инвариантно, а одно переставляется. А здесь все четыре переставляются, то есть ничего не переставляется. Вот здесь я могу вот эту штуку топологически, это гомеоморф на прямом произведении. Скос вот здесь, ну это один способ. А второй способ как в доказательстве. Скос здесь, а здесь тогда значит, чего получится, ну тоже скос. Вот здесь нет скоса. Ну в точности как в теореме Брауна-Петерсона. Вот здесь прямой полнаторий, а вот скошено оснащенное погружение идет в него. Ну в поразмерности два, значит бисектрису, значит компрессируем по фиршу. И вот, значит, один вектор остается, а здесь два вектора остаются. И это единственное место, где индукцию нужно делать. Но вот это место тяжелое, но не настолько тяжелое, чтобы оно оказалось безнадежно тяжелым. Значит, идея взять Элеров-класс, он 13-мерный, который мешает, взять у него окружность и вот вклеить ручку. Смотрите, значит вот все хорошо, но здесь вот, здесь два листа, вот они идут. Здесь четырехлистное накрытие. Вот на этом накрытии есть П, вот на этом накрытии есть П, гомологическую длину, которую мы должны оценить. Здесь есть Элеров-класс, вот мы должны вот так его срезать, тогда все хорошо получится. Но почему этот класс продолжается на подошве ручки? Вот это единственное сложное место, которое нужно прошибить. Ну продолжается, вот так вот жизнь устроена, что здесь вот этот класс П, казалось бы, он не должен продолжаться. Ну продолжается. Ну после того, как он продолжается, здесь происходит индукция, потому что вот мы так делаем ручку. Вот здесь вот в серединке маленькое многообразие, которое не дает вклад в характеристическое число, я проверил. Его можно стереть, оно очень тощое. А здесь внешнее, оно дает. И вот оно уже скоснощенное, потому что вот была лямбда, которая стала оснащением после того, как мы вклеили ручку. А то, что осталось, ну осталось неориентирующий класс, который допускается. Вот он по-разному ведет себя вдоль вот этих вот берегов. Ну и вот этот класс, он как был, к геологическую длину, как вот имел, значит, 15, так и после перестройки будет иметь 15. Ну поэтому, вот если вот эту штуку сделать вот так вот по-другому, то дальше можно продолжать по индукции. Ну вот это место, может быть, его можно после перерыва что-то там продлить с какими-то обозначениями, но я вот над ним бился, а все остальное это как-то так более-менее украшательство. Ну вот это место, значит, оно очень такое вот фундаментальное. Ну давайте вот, если силы будут, я его попытаюсь поаккуратнее рассказать после перерыва. Если не будет, то я вот идею рассказал, я там записал. Ну там, значит, я смогу немножко еще продвинуться. Ну вот я выделил трудность, да, вот она вот тут, нужно сделать перестройку, которая сохраняет какомологический класс вот на этой ручке. Вот здесь вот есть класс, здесь есть класс. Когда делаем перестройку, вот эти берега переставляются, и вот здесь вот на этой штуке нет класса, но вот его надо построить. Ну можно построить, потому что вот он сам тут скрученный. В общем, нужно это более-менее рассказать. Сейчас вот то, что здесь есть класс, и как это вот я строю, это я только наметил. Это класс на РП7, но может на РП7, да? Ну вот я вместо РП7, да, этот класс, вот я, нет, здесь он вообще не нужен, потому что этот класс, вот он линейный, и Элеров класс линейного расслоения тривиальный. Я беру двумерные расслоения, там Эпсилон, и вот это, и там Элеров класс нулевой, там не нужно делать перестройку. А теперь мы берем вот вместо этого М7. Вместо этого берем М7. Откуда мы берем М7? М7 это вот эта штука. Вот она вот отсюда пришла, и это как раз та самая, это вот как раз не М7, а Н1 даже я беру. Вот, на ДН1 у меня накрытие, вот оно имеет когмологическую длину 7. Вот я в качестве М беру ИН1, и вот сюда его вклеиваю. Тогда здесь вот получается, там, ИН1 бар, ИН1 бар, все проходит. Вычисление когмологической длины проходит, потому что я ничем не пользовался. Вот что здесь РП7, что здесь М7, это все равно. Но что не проходит? Не проходит, что нормальное расслоение вот к этому М7 линейное, было тривиальное, а стало нетривиальное. Тогда нормальное расслоение вот к этой штуке гидральное, потому что вот здесь, вот здесь еще переставляется. Двумерное, вот нормальное расслоение вот этого погружения F, оно стягивается с БД. Вот оно диэдральное, а было, было, БЗ2 линейное, а оно стало диэдральное. И вот у этого диэдрального, если есть сечение, тогда оставшееся будет тоже З2, но там нет сечения. Ну Элеров класс не равен нулю. Ну что делать? Вырезать его надо. Вырезаю в клеевую ручку. Вот у этой штуки остается вот этот характеристический класс единичный, но здесь уже есть сечение. Потому что вот здесь параллельные копии. Вот здесь я вырезал, вот они так закругляются. Вот так вот за ручкой здесь есть сечение. Вот просто это же уже вот двулистное накрытие, а здесь четырехлистное. Вот я его раздвинул, и все самые, весь Элеров класс, все самые пересечения, вот здесь были внутри, они в 13 мерах. А здесь они все раздвинуты. Вот здесь две параллельные копии. Здесь есть сечение от одного к другому, просто сечение. А здесь я вклеил ручку, поэтому закругляется. Вот где не было сечения, я вырезал. Ну, надо проверять, что то, что я вырезал, не дает вкладу в характеристическое число. Я это, значит, вот я это... А Петр Михайлович, вы это можете аккуратно сейчас сказать? Да, да, могу. Давайте, значит, давайте сейчас сделаем перерыв. Есть еще сила. Ну, если хотите, можете на этом закончить. Я, в принципе, идею сказал. Но, да, я готов, я готов это более-менее с диаграммой сказать. Может быть, до 9, сейчас вот 8 уже, в принципе, давайте до 9, потому что дальше уже, по-моему. Ну, перерыв-то надо сделать, а мне не нужно. Да, перерыв-то надо. Давайте я выпишу диаграммы, там, действительно, немножко продвинуть дальше, поскольку вот это вот место действительно очень важно. Мы дальше тут, это самое, получается, бесконечная серия. Это, как бы, цель вот этого исследования. Построить бесконечную серию маховальда. Я, значит, думаю, что читать работу маховальда сложнее, чем понять, как эта бесконечная серия устроена. Все, что для них нужно, вот эту вот перестройку сделать и отследить, что характеристический класс продолжается на ручку. Ну, сделаем, сделаем такое исследование. Про многообразие МС мы ничего не знаем. Значит, знаем, что есть накрытие, знаем, что оно погружено в Р-8. Ну, и знаем, что П в седьмой степени, проинтегрированное по Л, есть единица. Больше ничего не знаю. Значит, нормальное расслоение, там, вот этого Фи, есть, ну, лямбда, наверное. Нет, не лямбда. Ну, как-то вот как-то. Теперь делаю такую конструкцию. Я явным видом Фи вы пользуется не буду. Вообще ничем не буду. Вот при вычислении я буду пользоваться вот этой формулой. В вычислении отдельно и, значит, я сейчас строю погружение, вместо 7 беру 15. Ну, как я это делаю? Вот я делаю так. М7, крест М7, крест С1. Загружаю в Р-8, крест Р-8, крест С1. Здесь уже все готово. М-бар, крест М-бар, крест С1. Проблема, что вот это погружение, ну, допустим, оно будет Пси. Ну, от Пси, диэдральная. Ну, я так напишу. Ну, структурная группа, структурная группа диэдральная. То есть в каждом слое две линии неупорядоченные, которые могут переставляться. Откуда они взялись? Вот это М погружается сюда с такой линией, это М погружается сюда с такой линией, и вот они переставляются вдоль С1. Значит, если бы эти линии были бы тривиальные, вот эти вот слагаемые, то тогда вообще ничего не нужно было бы делать. Вот они переставляются вдоль бисектрицы, вот здесь антибисектрисы, вот это антибисектрисы, линейное расслоение, вот это тривиальное расслоение, и все. Осталось бы только из этого вывести, что степень вот у этого отображения, степень, здесь четырехлистное накрытие, но оно строится по двулистному. Ну, так же, как там, значит. Вот здесь есть вспомогательное многообразие, ну, как там, там, М, что ли, я его обозначу, 15. Вот оно, гулистное накрытие, первый промежуточный этап, а это, значит, четырехлистное накрытие над этим. Вот у этого класса максимальная степень тоже единица, 15. Ну, это отдельная лемма, она, значит, вот из этой вытекает, но это я уже доказывал, вот, что я там рассказывал, вот просто повторю вот эти рассуждения, заменю вот этого М на РП7, и там просто все получится. Значит, с этим нет проблем. Проблема с тем, что я не построил скоснощенное погружение. Ну, если вы будете нам слишком много ручек клеить, то это может испортиться. Да, это может испортиться. Откручку я буду клеить всего одну, с подошвой 13. Но я, вот, значит, буду клеить ее так. Вот я возьму 13-мерное многообразие, вот я возьму его трубчатую окрестность. Это многообразие я обозначу через Эль. Дайте, вот это вот мне сейчас, значит, ну, вот Эль живет вот здесь вот. Эль явно задано, как, знаешь, вот есть Эльдор класс, вот этого нормального расслоения Д, Си, корейская лямбда. Где лямбда – это вот это накрытие. Вот это накрытие обозначено через лямбда. Значит, такое Н15. Но Н15 – это тотальное пространство вылистного накрытия. Значит, здесь есть накрытие диагональное, вот оно, вот эти вот точки, вот здесь точки X, Y упорядоченные. Вот здесь вот X, они все упорядоченные, но здесь, значит, X, Y, TX, TY. Ну, а здесь накрытие, соответственно, оно все четыре возможности. То есть, вот такую пару, она склеивает с парой X, T, Y, TX, Y. Вот эти пары тоже нужно склеить, можно с собой. Получится четырехлистное накрытие, вот. Значит, вот эта вот нижняя часть накрытия, вот оно устроено так, что Декартовое произведение вот этих накрытий, вот это накрывает этот гулистный, а это накрывает этот гулистный. Здесь есть диагональ, вот она вот здесь вот. А то, что осталось, это вот это накрытие. Вот эта вот база, значит, она устроена как вот такой фактор, а это то, что осталось. Но вот у этого, то, что осталось, я обозначу через лямбда. Вот это, вот это, это левокласс, вот это у расслоения, нормальное расслоение X, тензор на лямбда. Почему? Ну, потому что я вот хочу, ну, это, значит, такая конструкция, что я беру вот погружение вот с таким нормальным расслоением, и я хочу вот это вот двулистное накрытие пошевелить и посмотреть, какие точки Эллеров класс вот останутся. Это Эллеров класс не самого расслоения вот это, а скрученное с лямбда. Значит, я беру двулистное накрытие и отпускаю его в тотальном пространстве вот этого двумерного расслоения. Ну, там есть формула. Это вот Эллеров класс вот такого расслоения. Это важно. Значит, вот само нормальное расслоение скручивается с лямбда, и у него берутся, берется нули сечения общего положения. Это то же самое, что вот это вот пространство. Вот здесь вот отпустить двулистное накрытие вот в тотальном пространстве вот этой трубки. Вот. Значит, это, ну, у него там есть окрестность. Вот границу окрестности я там обозначу через К. И вот я рисую такую диаграмму. Вот здесь я рисую К. К имеет размерность 14. Здесь я нарисую Хэт. Вот здесь я нарисую К14. Вот здесь я нарисую... Ну, что останется? Значит, К-Хэт это 14 фастор какой-то эволюции. Значит, самое глубокое это вот это. Вот сюда стрелки идут. Значит, как это устроено? Вот, пожалуй, так. Нет, Хэтовая будет вот здесь, а здесь будет вот так. Значит, вот это вот, вот это вот К-Хэт, пусть это будет трубка вот этого Э. и оно живет вот на этом многообразии. Ну, как-то его надо обозначить. Если это Н обозначил, может быть, это тут обозначение. Ну, вот, допустим, что Н все-таки вот это, а это с какой-нибудь буквой там. М-бар, что ли? Вот это в основном. Давайте, значит, вот 15-мерное многообразие, в нем живет в нем живет вот это вот Э. Значит, Э живет в этом 15-мерном многообразии, а трубка, граница трубки это К. К это граница элерового класса. Вот К это вот здесь вот. Теперь, что такое К-Хэт? К-Хэт это вот его след на двулистом накрытии. Вот это вот значит Нет, значит, самое К-Хэт это значит вот сюда идет в глубину. К-Хэт это след не вылез на накрытие, поэтому К-Хэт накрывает это. Значит, у меня стрелки вот сюда подключились. Вот это пусть будет Ку-Стили, а это будет пусть Ку-Хэт. Значит, вот очевидно, что на этом многообразии есть требуемый класс, потому что это многообразие просто живет вот здесь вот в N-bar, а на N-bar есть требуемый класс. Вот я что должен сделать? Я должен сделать перестройку по этой ручке, вот эту внутренность я хочу вырезать, ну, с внутренностью отдельная, значит, история. А внешность я хочу, чтобы нормальный класс был линейный, но он линейный. Я объяснил, что вот, значит, здесь нет нулей сечения, вот он сюда закругляется и есть сечение вдоль вот этого погруженной окрестности, а стало быть, значит, нормальный класс линейный. Вот просто к ручку приклею. ну, вот на этом к нужно построить класс. Это вот здесь вот. Ну, вот такая теорема, что если я беру класс альфа на этом многообразии, то вот сюда он сжимается. Но потом еще небольшая теорема, что этот альфа и сюда сжимается, и сюда сжимается. Это нужно только для того, чтобы проконтролировать вклад характеристического числа вот здесь на среднем многообразие. Значит, это, пожалуй, менее актуально, хотя это тоже, конечно, нужно рассказывать, но я начну вот с этой диаграммы. Я все-таки расскажу, как строится, как решается такая задача. Вот я многообразие К определил. Многообразие К оно определяется через Э. Вот Эл это ягерокласса, К это его... Ну, теперь как оно конструктивно определяется. Вот над Эл есть вот это расслоение Ню, КСИ. И вот есть тензорное произведение. Значит, ну вот над Эл надо взять вон то расслоение и взять у него дисковую, дисковую границу. Это вот будет К. То есть, это такая трубочка, которая устроена как Ню, КСИ, но только она крутится. Крутится, когда мы переходим по характеристическому классу вот этого накрытия. И вот я утверждаю, что на эту базу вот этот класс садится. Ну, это совершенно непонятно, как такое может быть и кажется, что это неверно. Но значит, вот в этом месте есть доказательства. Сейчас оно будет изложено. Но все остальное по сравнению с этим как бы проще. Значит, здесь класс есть, а здесь его нет. и я должен его сюда посадить. Теперь давайте смотреть. Значит, это многообразие К. Вот оно, во-первых, у него есть отображение, два отображения, два отображения группы диэдра. Вот я так напишу. Значит, вот это отображение, оно устроено, потому что это К живет в М, а все М представлено по нормальному расслоению в группу диэдра. Значит, устроены элементы так. Вот здесь есть подгруппа ИА, это отражение относительно биссектрисы. Вот эта вот биссектриса, это есть вот эта вот самая петля С1. Симметрия относительно этой биссектрисы. Здесь есть два вот таких лепестка таинственных. Значит, симметрия на этих координатных осях. Эта симметрия связана с тем, что вот на этом М живет ориентирующий класс и он может быть нетривиальный как на этом, так и на этом. А вот они переставляются в биссектрисе и это при этом значит, тут есть такие пути, что один класс преобразовался и потом переставился. То есть это группа конечно. Да, эта группа из восьми элементов у нее есть такое представление. Вот она такая же как здесь. Я не понимаю, что здесь написано, но единственный способ, который я будет проэкспертировать, потому что вот здесь отображение из многообразия в конечном углу. Не, ну в БД, ну в БД, конечно, классифицирующие пространства этой группы. Ну, спасибо, да. Значит, это группа пленка маклеена. Да, 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 это, ну да, пространство пленки маклеена, КД1. Значит, это группа движений плоскости, которая сохраняет координатный крест, но при этом, значит, восемь возможностей переставится. Теперь, вот это та же самая группа, но она возникает совсем по-другому. Дело в том, что вот это вот накрытие, это тоже группа З2, крест З2, но она никакого отношения к нормальному слоению не имеет. Вот над этой, над этой штукой накрывается, над этой накрывается. А биссектриса общая, биссектриса вдоль С1, она переставляет как вот эти нормальные слои из вот этого это, ню, извините, так она и переставляет вот эти листки. Ну, вот я, значит, одну группу диэдра вот так вот буду писать, это та, которая за накрытие отвечает, а эту группу диэдра ну, значит, есть отображение там вот из Пи в КД1 и здесь тоже есть из Пи в КД1. Эти два отображения склеены. Но вот пользуясь только вот этой диаграммой не удается построить вот этот гомологический класс. Вот только алгебраически его нету. Потому что что я хочу сделать? Ну, я хочу, грубо говоря, взять вот в этой группе элемент, допустим, ну, вот я хочу взять элемент А, который есть, АВ. Я хочу спроектироваться на этот элемент А. Но это невозможно, потому что значит, значит, я хочу сделать следующее. Вот, вот эта группа, она так еще представлена там в виде А и А с точкой. Значит, это две образующих. Тут еще есть элемент переставляющий. Ну, вот я хочу спроектироваться сюда на с точкой. Но это я могу сделать, будучи сидящим в подгруппе. Но у меня есть элемент а маленькая, который вот их переставит. Коммутатор А с А маленьким это есть минус единица. То есть она и здесь и здесь нетривиальная. Но минус единицу я хочу распознать как нетривиальный галмоморфизм. А, ну такого не бывает, потому что коммутатор двух элементов... Я хочу построить галмоморфизм для группы З2 так, чтобы коммутатор двух элементов отображался в единицу. Но мне это не удастся сделать. Такого нет галмоморфизма. Представьте, я бы сказал, что такое А большое? Ну, а большое это Аб. Я просто так переписал вот эти образующие. А большие это вот отражение относительно это бисектрисы, а маленькие отражение относительно вот... А большое это относительно осей, вот, а Б это поворот на 90 градусов. Ну вот, геометрически. Так. Ну вот, я решаю такую задачу, но ее нельзя решить. Ну, у меня две группы, но, значит, ну, ну вот как ее можно решить. Значит, вот здесь вот есть еще окружность, и мне нужно, значит, знать, что есть образующая вот этой окружности. Если бы та, это, если бы вот эта вот группа, вот эта она там никуда не представлена, но вот если бы вот эта группа не на окружности была бы, а просто допустим, ну вот есть образующие вот этой окружности, а не трехмерные сферы, и вот я могу эту образующую саму распознать как элемент. На трехмерной сфере он был бы равен нулю, а здесь на окружности это единица. Значит, я делаю следующее. Я вот эту диаграмму немножко переписываю и значит, делаю здесь вот такую диаграмму. Да, вот что я хочу сказать. Пользуясь вот этой структурой, я сейчас определю отображение значит, отсюда группу Z2, которая не является голоморфизмом, но которое значит, ну такое отображение, которое это мутатор переводит в единицу, не голоморфизм, но вот в явном виде напишу отображение, которое коммутатор двух элементов переводит в единицу за счет того, что здесь вот есть вот эта образующая нагруженность из пин-структуры. Здесь я сделаю то же самое, потому что здесь такая же ситуация, тогда сумма этих двух уже будет голоморфизмом. Вот в этой группе значит есть вещь коммутатор, который мешает построить голоморфизм, в этой группе есть коммутатор, который мешает построить голоморфизм. Вот это отображение строится совершенно явно, это алгебраически, а сумма этих двух отображений уже будет голоморфизмом, и он будет требуемой. Вот этот вот голоморфизм, он значит переводит вот эту ручку задавая и вот если я ее сюда вот значит наверх, то он будет такой, как здесь П заказывал. Один голоморфизм пропадет, а именно из нормальной структуры пропадет, а второй сохранится. И все тут значит сойдется. Ну вот сейчас я еще раз еще я одну диаграмму напишу. значит вот есть такая диаграмма значит R 16 здесь тоже будет Q H R 16 H здесь я немножко сделаю по-другому здесь я возьму здесь я возьму Q допустим 16 а здесь я возьму значит Q 16 вот так вот значит вот это вот многообразие оно значит вот это многообразие оно сюда вкладывается но вот это более значит богатое я сделаю следующее я вот это многообразие L посмотрю вот на этом многообразии а над этим многообразием есть вот это многообразие L у меня вот это вот K извините вот оно К вот оно живет вот оно проектируется на L вот это K 14 но оно живет вот здесь вот вот эта трубка эта нормальная трубка вот этого L вот это K здесь она живет я сделаю следую я возьму там окрестность вот этого к или даже вот все многообразие и смоделирую сверху вот вот это расслоение и ню тензор на нолянда на всем вот это многообразие получится нечто 16-мерное вот мне удобнее работать с вот этим многообразие она имеет если я вот это к возьму здесь получится следующее что вот это вот к здесь лежит и тогда если я хочу взять окрестность этого к то вот в этом нормальном расслоении я когда пока хожу я должен тоже подкручиваться в соответствии со структуре нормального слоения я хочу независимо подкручивается вот в нормальном слое и ходить до к значит вот у меня вот это вот пространство она шире она имеет дополнительную еще образующую вот которая здесь пришло а если я вот пока хожу и должен когда к вот сюда отслеживаю я должен еще вот так вот ходить ровно по той координате по которой я вот здесь цель на к хожу вот это более удобно теперь что такое q муку это просто значит вот эту вот петлю которую вот здесь крест с 1 я ее размотал потому что здесь есть значит вот это вот накрытие она разматывает вот это вот то нижнее накрытие в башне значит это вот я перешел на гулистное накрытие это вот это а это у меня разматывает вот эту вот биссектрису ну значит я вот здесь вот ее размотал вот такую диаграмму написал наш я определил это тоже самое что главное только более толстая на координаты тут такие что надо взять координату на м еще координату на слове ну скручатую по фи теперь значит я говорю следующее я чтобы построить этот гомортизм я сейчас определю некоторые геометрическое отображение но первое что во первых вот это я она вот отображается в за два но только не здесь она выражается а вот здесь вот это отображается за два потому что это мы здесь сидим и по первой координате у нас есть проекция назад два вот теперь я хочу сказать следующее я теперь возьму вот в этом вот это двулистное накрытие здесь еще значит я тоже перешел сюда но здесь то есть конечно отображение в за два но и здесь есть теперь значит смотрите что я делаю я хочу я хочу понять как образующая вот этого накрытия действовать на галаморфизм но она действует так что значит если этот галаморфизм у меня связан вот с этой образующей то она его меняет на минус единицу значит вот здесь вот есть накрытия извините здесь есть вот здесь вот есть петли на многообразие которые устроены так что вот если их отслеживаю вот в этом вот в этом диске то это вот либо замкнутые петли тогда они пришли отсюда либо это вот такие кусочки которые связывают симметричные точки где эта симметрия означает что вот я здесь нарисовал сечение а вот это вот у меня связь что две точки вот в этом накрытие распались значит вот это вот у меня накрывающее пространство здесь вот в клай два два класса смежности вот эти точки пришли я вот это вот это выражением за два устрою так я возьму вот если это замкнутая петля что я просто скажу что это число сам пересечения вот этой проекции вот на это расслоение но без скрутки по фиг потому что здесь все вот уже вот скрутка идет вот ду летом направления с вот это вот выделенный бисектрисой а здесь вот отрезочек это количество точек вот эти вот точки эволютивные а вот эта штука она инвариант относительно эволюции вот количество точек пересечения вот этого отрезка с положительным лучом вот если он с отрицательной стороны то нет . с положительный то есть на теперь если я вот подействую классом смежности то у меня вот эту пучку суда завернется и поэтому отображение прибавится единица значит вот если я вот на таких петлях которые не пришли здесь то она обязательно при действии образующие вот этого накрытия меняет плюс на минус значит это не будет галморфизм но ровно такой же но я вот хитом его значим но ровно такое же правило для проекции вот это на это а значит на а то же самое если я спроектирую из этого отображения на а это уже не связано с с петлями нормальным расслоение то когда я подействую эволюцию вот этого накрытия у меня значит произойдет следующее меня эти точки переставятся значит ну вот это это вот так вот у меня какое пространство маленькое у меня стрелки идут вот это маленькие пространства стрелки идут в эту сторону я перепутал вот эти вот на базе это более вот база в лесного накрытия вот здесь значит если я вот с классом смежности подействую но вот этот галморфизм к нему добавится единица если он не пришел отсюда и ровно то же самое произойдет с этим вам море numa если он не пришел отсюда из класса смежности то когда я подействую вот этим накрытием то у меня будет коммутатор но а маленького с а большим коммутатор а маленького с а большим это а квадрат ну это b квадрат значит если я возьму так так и потом в обратную сторону в общем но это минус единиц а большое а а большое это минус единиц вот это ну потому что а а маленькая с а большим переставляется некоммутативной группе будет минус единиц центральный элемент значит я геометрически строю вот это вот гоморфизм который на к гомологическую длину не повлияет и у него правило в классе спряженности такое живот что он и он дает в сумме с тем которые я хочу гоморфизм ну дальше вот у меня такая техника что я должен бороться с расширениями делу вот в чем что вот вот если вот этот геометрич вот эта геометрическая конструкция проходит если у меня вот на этом многообразие либо две бисектриса одновременно переставляются то есть она не во всей группе деды проходит а в подгруппе в которой нет сопряжения одного вот фактора а второе есть но я говорю так давайте возьмем построим гомоморфизм из группы гомологий вот этой подгруппы то есть двулистного накрытия которое вот связано с раз с элементом а то есть нельзя один фактор поменять а второе оставить ну вот на этой подгруппе вот это геометрическое отображение корректно определено и так все сходится а дальше на всю группу я продолжаю просто раз я из неориентированной группы гомологии уже построил гоморфизм на всю группу она просто продолжается потому что оси если а после если у меня с подгруппой индекса два я знаю что это подгубку индекс два а это класс класс вот этого линейного освоения ядра этого класса от подгрупп и несколько второе себя на подгруппе яндекс эти два уже построил гоморфизм поможет Si Blue он просто продолжается двумя способами на классном на класс сопряженности можно двумя способами продолжить либо так, либо сяк а на подгруппе он уже задан поэтому легче такую башню делать что сначала на внутреннюю на внутреннюю есть галморфизм который я тут набрал из диаграммы в виде суммы двух таких галморфизмов с внутренними коммутаторами дальше продолжаю на внешнюю ну а это уже есть задача продолжения галморфизма в строении вот на этой группе значит вот эта группа была здесь, да, вот здесь еще в этой диаграмме не хватает одного пространства которое связано вот с накрытием которое вот распетливает ну вот факторы не могут поодиночку переставиться только либо вместе, либо вообще нормального слоения вот, а беситриси могут то есть если я беру в классе смежности этой подгруппы, то я говорю что я беру неориентированный класс а в этой подгруппе я беру как раз неориентированный класс вот в такой подгруппе, на такой подгруппе строю Гарланд Кейн при помощи этой диаграммы дальше продолжаю на все но это вот, на этом R строится галморфизм но R это больше чем нужно потому что моя вот эта K лежит в R и просто снимается галморфизм дальше надо проверить вот три свойства что вот этот галморфизм, который я построен приходит отсюда, но это свойство того, что вот этот вот вот этот вот индекс сам пересечения на двуистом накрытии ведет себя просто как пересечения как класс W1 и если я вот продолжу на вот эту вот подгруппу на класс смежности нетривиальным способом то здесь вот просто совпадет с классом Альфа которое было приоризовано значит вот при таком поднятии вот этот класс Бета, который я здесь построил совпал с Альфа ну и теперь мне еще надо доказать что вот здесь вот есть такой класс но этот класс строится так вот когда я здесь строил вот это вот накрытие брал у меня происходило следующее у меня вот почему тут менялся элемент потому что биссектриса вот так преобразовывалась биссектриса оставалась в изменении а вот этот переходил в антиподальные и минус единица ну а здесь не возникает потому что когда я беру одновременно и биссектрис у меня и антиподальные преобразования в слое то у меня класс сохраняется а это точно соответствует переходу вот этой стрелки вот по этой стрелке у меня все вот эти числа, которые я тут написал вариантно переходят ну поэтому на подгруппе они определены а значит класс сопряженности на классе смежности просто тремя они действуют поэтому значит с этой подгруппе садиться на эту значит вот это вот означает что вот здесь вот я в ручке вот здесь вот я в ручке не выхожу за размерность 14 дело в том что если здесь есть дополнительная проекция двулистная и здесь она тоже есть то любые два накрытия они здесь действуют 14 вот любые два накрытия они связаны с гомотопией на двулистных накрытиях вот есть простая лемма что если есть многообразие неориентированное на котором есть двулистное накрытие то какие бы два отображения не взяли в R14 они связаны с гомотопией внутри R14 но это очевидная лемма и поэтому вот здесь внутри ручки никакой степени не набегает вот это вот место требует исследования еще продолжения вот этих коциклов сюда ну а здесь на внешности ручки в степени не меняется потому что носитель внутри размерности 14 вот он был на размерности 15 я вклеил ручку я перестроил, что-то наклеил вдоль размерности 14 степень не поменялась ну я вот это стираю у меня получился после перестройки требуемый коцикл ну вот если значит в двух словах то я делаю так ну конечно значит это не догадательство но я как бы все это так излагал неформально и не подглядывал ну и я утверждаю, что значит здесь нормально все получается ну со временем напишу такой текст что можно будет прочесть ну вот я рассказал, что там у меня написано и вот это место очень неожиданное единственное, почему так происходит потому что вот видите, тут перекручивается вот если бы не было тезерного умножения на лямбда и вот эта эльба, вот эта касси делала в эльбе просто как эльбе класса этого расслоения ничего бы не произошло ну может что вот оно так перекручивается и из-за этого, что оно перекручивается возникает на классе смежности смена вот этой плюс единицы и минус единицы вот если бы оно не перекручивалось то здесь был бы гомоморфизм вот не было бы вот этого не было вот этого плохого коммутатора который не дает гомоморфизм но именно он и нужен потому что вот здесь в башне накрытий такая же история вот он не гомоморфизм, нельзя спроектировать то есть нельзя коммутатор отобразить в единицу а мы хотим его отобразить в единицу и здесь он в единицу отображается и здесь ну значит сумма вот этих двух гомоморфизмов уже гомоморфизм ну вот я повторил то, что я сказал вот ключом является то, что вот эта вот структура вот этого расслоения является перекрученным когда мы ходим вот здесь вот по петле вот когда в классе смежности этого накрытия у нас структура вот этого накрытия где мы отслеживаем вот этот геометрический индекс пересечения переворачивается за счет того, что оно переворачивается а сечение не переворачивается а сечение остается накрытие системы координат переворачивается а сечение инвариант не происходит вот эти отрезочки которые должны в то же самое число отображаться при действии вот этого генератора отображаться в разные числа Но именно это нам и нужно. Ну а вот это геометрические вот эти отрезочки, они вот здесь вот на этой диаграмме не видны. Значит, вот здесь алгебраические компенсируются геометрическими, но вот здесь на двуалистом накрытии эти геометрические скидаются, и они никакого вклада в класс П не дают. А вот в класс П вот этот вот, вот этот вклад дает. Ну вот такая вот хитрая штука, которую я хорошо обдумал, но действительно таинственная какая-то вещь. Единственное, что у меня, ну вот написано, значит, что Махавальд использует спинструктуру. Вот я использую спинструктуру, вот здесь вот на этой окружности спинструктура. Группа диэдра поднимается в спиновую группу диэдра. Значит, если, наверное, как-то это делать по-человечески, то нужно делать алгебраические расширения вот этой вот группы структурной, и за счет этого расширения строить отображение в группу 16 элементов. Это вот как раз поднятие спинструктуру, и потом, значит, засыпиться, и здесь вот строить геоморфизм, который на гуглистном накрытии через вот этот дополнительный элемент, который там в глубине коммутатора, вот он геометрически здесь вот описан. Ну, то есть это то, что есть, а понятное доказательство, наверное, было бы... Ну, оно, в общем, доказательство, ну, очень хорошо проверено, но я не могу его лучше изложить, вот так вот, извините. Все, я закончил. О, я уложился, 10 минут у меня еще. Есть вопросы? Ну, у меня вот есть комментарий. Да. Вот Евгений Витальевич, он это самое, часто рассказывает, но ему какие-то статьи там дают на рецензию, но он, значит, не любит вот читать, когда, ну, вот он же рассказывал на этой самой встрече в вечере памяти Алексея Викторовича, что, значит, там у Людмилы Северновны Келдыш очень длинное доказательство, и там вот в каких-то левых просто формулировках опечатки, а написано так, что если опечатка, то все, как бы, вот, дальше не продерешься, но неделя не объясняется, и вот он, значит, как-то очень всегда не любит, вот, когда нужно формально так читать и проверять все формально, он, значит, почитает, смотреть как бы в целом на все доказательства, вот, есть ли там какие-нибудь внутренние противоречия, там, похожие, там, на правду, и вот он, как-то, значит, так высказал такой принцип на этот счет общий, что, значит, не нужно, ну, вот, значит, как заниматься исследованиями, не нужно оставаться в классе верных утверждений и искать интересные утверждения, нужно, как он говорил, наоборот, оставаться в классе интересных утверждений и искать при этом верные утверждения. Но вот мое замечание в том, что, мне кажется, к этому принципу нужно сделать небольшую добавку, что, конечно, это хорошая идея, но нужно оставаться в классе интересных утверждений, которые, одновременно, еще достаточно просты, и искать при этом верные утверждения. Вот так я считаю более надежным, потому что, если интересные утверждения, но очень сложные, которые необозрительные, как бы, то уже, значит, теряют это несколько смысл. Ну, вот, значит, ну, нет, ну, здесь это самое, здесь можно все понять. Ну, я как-то так стал, ну, я понимаю, да, что вы считаете, что ничего не доказано, но я сделал, чем мог, я очень написал текст, ну, вот я сказал, что нужно будет, ну, это, ну, в общем, Евгений Витальевич, да, он, это самое, как бы, мне помогает, а вы, наоборот, мешаете. Но это правильно, так и должно быть. Вы критиком выступаете, а он, как бы, является, задает направление, по которому я иду, но я с этим не спорю. Ну, со временем это все устаканится. Вот я, все, что самое главное у меня в жизни было, вот я сегодня изложил. Вот эта вот конструкция, она исключительно важна, вот, ну, и, ну, повторим ее через некоторое время, потом еще повторим, и там она, значит, в конце концов, может, там она исправляться, но вряд ли она будет исправляться. Я уже очень, ну, и со временем, значит, ну, я вот больше, больше кроме этого ничего рассказывать не буду, вот я только вот это вот буду рассказывать, а здесь вот, что важно, что вот это вот накрытие, да, вот видите, вот требуемый элемент получается вот этой вот, вот этой вот композиции, вот, вот эта вот композиция, она перестроенная, скоснощенная, один вектор, а здесь двулистное накрытие, я его не порчу, ну, потому что вот я ручку-то вклеил, на ручку продолжил П, то есть у меня элемент, элемент получается композиции некоторого погружения с коразмерности 1, с накрытием, и вот если кто из работы маховальной это может вытащить, то вообще все, что я рассказывал, это не нужно, ну, язык плохой, там, доказательства сложные, утверждение неинтересное, к тому же оно уже было, вот, и, значит, я это там в 10 раз сложнее рассказываю, значит, у маховальной там это все просто, красиво, алгебра, а здесь это ерунда, все, но вот это рассуждение все-таки самое важное для меня на настоящий момент, что вот этот вот элемент, который имеет инвариант Хопфа единицы, получается композиция двулистного накрытия максимальной пипомологической длины с погружением в коразмерность 1, ну, это нельзя из работы маховальной вытащить, если вы ее когда-то посмотрите, там, ну, в конце концов, конечно, вытаскивается, потому что тот же самый элемент, но на это акцент там не делают, но вот это вот я сделал такое замечание, что мне вот из этой конструкции нужно не только элементы маховального, но их свойство геометрическое, этим геометрическим свойством я собираюсь воспользоваться отдельно, то есть вот я скажу так, что я вот это все рассказал, но это там, я не буду говорить, что это там все, это там верно, неверно, но вот я это все рассказал, но вот начиная с этого места, если я этим воспользуюсь, то, значит, вот обобщенная проблема Кирвера будет решена положительно, и это вот простое рассуждение, оно действительно там занимает две страницы доказательства, но оно опирается вот на этот факт.